Народная славянская радио 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 Хорошо Хорошее вступление Вопросы уже поступают Напоминаю, что вопросы мы принимаем из чата Народного славянского радио Для того, чтобы оказаться в чате Вам нужно в любом поисковике Народная славянская радио Прям так и набираете После этого оказывайтесь на сайте Славомир.орг Ищите слово чат на сайте Нажимаете И если вы еще не зарегистрированы То придумывайте Логин, пароль Указывайте e-mail Для обратной связи И, в общем-то, все Можете пользоваться чатом Задавать вопросы Общаться с друзьями И во время эфира Как-то обмениваться мнениями По поводу того, что происходит У нас в живом эфире Ну что ж Очень хорошее вступление Я уже отметил Мне только знать Что хотелось бы, наверное Уточнить Мне это понятно Но многим К сожалению Нашим современникам Иногда бывает Не совсем ясно А при чем здесь Психосоматическое состояние Детское Причем есть Обстановка в семье Детские заболевания Причем здесь, казалось бы Вот ссоры между родителями Какие-то Неувязки в их отношениях Неурядицы И так далее Что ты по этому поводу скажешь? Ну, я хотел бы сказать Несколько слов Относительно лечения детей Вот в контексте Заданного тобой вопроса То, что я дальше скажу Адресовано родителям У кого болеют дети Им будет очень полезно Ребенок болеет всегда Только тогда Когда в семье существуют Проблемы во взаимоотношениях родителей Или же Если один из родителей Если родитель один То ребенок компенсирует Проблемы родителя перед обществом Даже если ребенок получает травму Даже если ребенок заражается Вирусом в школе или на улице Это все равно последствия климата в семье Нужно понимать Что травмируется Всегда готовый к травме Ослабленный организм Заболевает вирусной инфекцией Как готовый заразиться То есть организм Имеющий ослабленный иммунитет Ребенок компенсирует Своей болезнью напряжение родителей И некоторым образом Скрипляет их Вывающиеся отношения Если мать одинока То больной ребенок Своей болезнью Придает этой женщине Еще более несчастный вид И за счет этого Она получает От окружающего мира То, что ей без этого Не получить возможно Когда в семье все благополучно Дети никогда не болеют Да и вообще В семье никто не болеет Болезнь человека Это всегда компенсация чего-либо Либо защитный механизм В парных взаимоотношениях Наиболее часто болеет тот супруг Неважно мужчина или женщина Который более зависим от другого Часто женщина заболевает Чтобы снизить агрессию Давление со стороны мужчины Или на нее Или чтобы удержать его Ведь кто покинет больную женщину Отсюда можно сформировать Некий подход К пониманию причин Заболеваний И методовых лечений Поскольку Сколько не лечи больного ребенка И вроде бы Все вылечил И все хорошо А какое-то время Потом снова Прецедив на ровном месте А все потому что Ребенок болеет Потому что Допустим Папа орет на маму Да Ребенок при этом присутствует И поскольку Имеет связь с матерью А ребенок связан с матерью До 5 лет Неразрывно И критический плюс Ребенок ощущает Все эмоции мамы Переживания И ребенок переживает То же самое Что и переживает мама Когда отец Сорет на нее Или когда отец бьет ее Но поскольку Ребенок маленький Его организм ничтожен По сравнению с отцом Он ничтожен Можно сказать То воздействие Которое на него оказывается Является для него критическим И вследствие этого Ребенок заболевает Уже давно доказано Что существуют Психосоматические причины Всех физических заболеваний Ну допустим Я перечислил Что когда человек Испытывает агрессию Злость Ярость У него заболевает печень Когда человек Испытывает страх Он может Страх Волнение Переживание У него всегда Наступают проблемы С почками И точно так же У ребенка Когда он ощущает Страх в матери Или когда он ощущает Переживание В матери То соответственно Он получает Полный набор Психосоматических явлений И до тех пор Пока Допустим Родители Или отец Будет давлять Над матерью То ребенок будет болеть Как только в семье Устанавливается мир И лад То дети Тут же выздоравливают Без каких-либо Дополнительных причин Без какого-либо Лечения Я далее приведу примеры Которые об этом говорят Вот например Был случай Когда ребенок Заболел Красной системной волчанкой Это аутоиммунное заболевание И практически Оно не лечится Характеризуется тем Что иммунная система Начинает агрессивно Относиться К самому организму И начинает его Образно говоря Травмировать Как Его только не лечили Этого ребенка Вроде бы чуть-чуть Залечат Вроде бы чуть получше Опять рецидив Опять Тему плохо А вся причина Оказалась в чем К этой семье На постоянное жительство Приехала бабушка То есть приехала мама Одного из родителей По характеру По складу своему Она была женщиной Жесткой Волевой Давлеющей И ребенок Оставался с ней Один на один Эта бабушка Орала на него Применяла Какое-то рукоприкладство И так далее В общем Сделала жизнь ребенка Невыносимой И когда Ребенок понял Что этому нет конца Ему от этого Не избавиться Никаким образом То у него Наступило состояние Такого Ну как у всех Наступает смирение Когда человек смиряется Со своей горькой участью Образно говоря Впадает в уныние И после этого Он заболел Причем этому Есть и Конкретно Физиологическое Объяснение Когда мы Испытываем уныние Когда мы Испытываем обреченность То Нашими надпочечниками Вырабатывается Такой гормон Как кортизол Кортизон Вот И кортизон Начинает угнетать Иммунную систему Вот Вследствие этого Могут возникать Различные заболевания Начиная от Каких-то сильных Воспалительных процессов И онкологических моментов И заканчивая Аутоиммунными заболеваниями Это красная волчанка Может быть Аутоиммунные заболевания В области Толстого кишечника Так бывает И так далее Поэтому Так Относиться К здоровью ребенка Что это Вот только ребенок заболел И вообще Такие моменты Когда родители Приходят в больницу К врачу Приносят ребенка И говорят Почините нам Ребенка Вот у нас ребенок Поломался То у него горло Барахли Он не кушает Никак А тут он Писает постоянно Всегда 100% случаев Даже можно сказать 1000% случаев Нужно прежде всего Лечить папу и маму Их взаимоотношения Между собой Как только папа с мамой Наладит взаимоотношения То ребенок Перестанет болеть Далее Мы конечно в эфире Поговорим о том Как вот Купировать Как предотвращать Как помогать Когда ребенок уже болеет Но прежде всего Очень важно Понимать Почему ребенок заболел Потому что без осознания Почему ребенок болеет Вылечить его Практически невозможно Практически невозможно Очень важно Также понимать То что я говорил Чуть ранее О том что ребенок Связан со своей матерью Причем Очень крепко И это не то что На физическом уровне Связан А На энергетическом уровне На духовном уровне Он чувствует Все то же самое Что чувствует мама До 5 лет Ребенок связан Он Весь мыслительный процесс Мама у него в голове И поэтому Все что происходит С мамой Происходит с ребенком Далее Есть еще Один момент Который нужно учитывать Что В физике Я не буду углубляться В физику Я не физик Но информацию об этом Я узнал Что В общем Физики установили Если Вернее не установили А что существует Взаимосвязь между Биологическими объектами Причем Эта взаимосвязь Односторонняя В некотором смысле Смысл в чем Что Меньший биологический объект Получает От большего Биологического объекта Весь заряд Негативной Ну Образно говоря Отрицательной Энергии Это В данном случае Перекладывается Как То что Ребенок снимает С матери Все ее болячки По этому же Принцип устроен Как говорят Кошки лечат Или собаки лечат Точно так же Кошки и собаки Снимают Болячки Со своих хозяев Точно так же Ребенок забирает Все болезни Со своей матери И здесь Опять же Все коррелируется То есть Все совпадает С предыдущей темой Потому что Если раньше Вот допустим В предыдущей версии Говорил о том Что ребенок заболевает Вследствие психосоматических Расстройств То вот это С точки зрения физики Она говорит Что ребенок Забирает в силу В силу психосоматику Матери То есть все болезни Матери Он переходит К нему Поскольку Он меньший Биологический объект Там даже Не то что в физике Там вот На стыке медицины С физикой Там имеются ввиду Белковые соединения То есть Вот там Каким-то образом Белковые соединения Забирают на себя Все вот эти вот Негативные Поврежденные моменты Что есть Большего Биологического объекта И получаются Такие вот явления Ну Может быть Конечно Недостаточно убедительно Но я старался Объяснить Зачем нужно понимать Причину возникновения Недугов В здоровье ребенка Алексей Хорошо Объяснил Хорошо Ну что ж Теперь когда мы разобрались Что ребенок Полностью На мой взгляд Полностью Именно До определенного возраста Зависит Не от своих проблем Поскольку у него проблем Еще особых Можно не быть Но если конечно Мы не берем Какие-то Кармические взаимосвязи Его наработки А то что Вот здесь Он живет В семье На этой земле То в этом случае Тогда да Он полностью Зависит От проблем Которые В семье Возникают И взрослые Часто свои болячки Передают Или создают Ребенку А иногда Болезнь ребенка Это всего лишь Навсего Защитная реакция Для того Чтобы родители На него почаще Обращали внимание А между собой Не скандалились Не лавились Примерно так Хорошо Продолжай В продолжении Я хотел Еще остановиться На том Что одной Из основных Причин Отматываю чуть назад Хотел сказать О том Что Психоэмоциональные Причины Заболевания У ребенка Это только Лишь часть Одна причина Вторая Очень важная Причина По которой Дети болеют Это питание Это то есть То что воздействует На ребенка То что он получает Извне Прежде всего Это питание Там воздух Окружающая среда Условия жизни Я здесь не говорю Они настолько различны Что в принципе Все уже это знают Что чем лучше экология Чем лучше Там какие-то возможно Социально-бытовые условия У ребенка Но не до изнежности Конечно Тем лучше у него здоровье Но вот питание Это следующий Очень важный момент О котором следует сказать Так вот Так сложилось Последние Может быть Не знаю 70 100 Может быть Лет Что Детей в нашей стране Курмят молоком Закармливают молоком Причем не грудным Материнским Который является полезным Предназначенным для него А именно Коровьим молоком И Я хочу зачитать Специально подготовил Отрывок из своей книги Вернее Ну Из своей То есть Из той книги Которая у меня есть Она называется Русский народный лечебник Автор Куреннов Дата этой книги Написана Вернее Издана Она была В Петербурге Издательство ИК-комплект В 1996 году И вот Значит Здесь написано Следующее Это я уже не от себя тяну Толкаю А то что Порядка 20 лет назад Было известно И печаталось Вот Молоко В особенности коровьи Никогда не предназначалось Природой для питания Взрослого человека А только для очень маленького теленка Пока он еще не может Есть твердой пищей Никогда не следует Пить молоко За обедом Ужином И завтраком Многие утверждают Что питаясь В течение 15-30 дней И одним только молоком При такой молочной диете Больные очень сильно Улучшают свое здоровье Купир в молочной диете Помогает не молоко А замаскированная голодовка Потребление молока В особенности Пастеризованного Вызывает запор Чего многие не знают Кстати Прерываясь от чтения Многие из тех заболеваний Которые я сейчас буду писать Они и являются Основными у детей Я почему остановился на молоке Что практически Все заболевания Связанные с ЖКТ Они все Могут Иметь причину Употребления Детьми молока Именно коровьего молока Поэтому я об этом и читаю И так далее От потребления молока Наши суставы черствеют Артерии твердеют Значит Есть Дальше он пишет Великий врач Патетической медицины Заключает Ни при каких обстоятельствах Человек не может считать Себя вполне здоровым Если он будет продолжать Барахтаться в молоке Так Доктор Макферин Но Я прошу прощения Что употребляю Здесь Иностранные фамилии Образно говорят У нас вроде Народное славянское радио Не ты же их придумал Просто читаешь То что написано Так что здесь Не надо оправдываться Благодарю Значит И так Доктор Макферин Очень эффективно Кончает свое описание Полезности молока Следующим образом Доктор Орен Начинает свое описание Со следующей убийственной фразы Принято считать Что коровье молоко Наша наиболее здоровая пища Иногда полуправда Бывает хуже Самой наглой лжи От колыбели До горбовой доски Для человека Молоко является Самым предательским продуктом И причиняет потребителям Его простудные заболевания Бронхиальные болезни Астму Сенную лихорадку Воспаление легких Чахотку И синус Такие результаты Полукового изучения Доктором Окером Этого вопроса В коровьем молоке На 300% больше казеина Чем в женском молоке Казеин Это вещество Формирующее кости Корова имеет От 1000 до 2000 фунтов веса Когда она достигает Максимального роста А человек всего 200 фунтов Из казеина делают Расчевозки Гребенки И самый крепкий Столярный клей Вспомните утверждение Доктора Макферина Говорящего Что от употребления молока Чахствуют суставы Артерии твердеют При пропуске молока Через сепаратор Весь казеин уходит в обрат А не в сливки Поэтому Как бы Не против того Чтобы люди Использовали В пище Немного сливок Или сметаны В салат Однако их В принципе пишет дальше Однако увлекаться сливками Не рекомендуется Особенно в зимнее время Ибо от сливок Так же как и от молока При большом потреблении Образуется много слизи А слизь причина простудных И иных заболеваний Перечисленных выше Утверждение торговцев молоком Что будто бы По стерилизации молока Убивает бациллы Тифозные бациллы Молочные лихорадки И других опасных болезней Не соответствует действительности Ибо для этого Потребовалось бы Поднять точку кипения Молока До 195-230 градусов Фаренгейля Но тогда сливки Не могли бы подниматься наверх Что было бы коммерчески Невыгодным для торгующих молоком Вот К сожалению Я в момент Не могу перевести Вот градусы Фаренгейта В Цельсия Вот Но я так понимаю Что это достаточно высоко Собственно говоря На этом чтении Отрывка закончена Я думаю Что здесь достаточно Красноречиво сказано О том Что молоко Для человека Не полезно И от себя Хочу добавить Что Как только Вот при лечении Ребенка Как только ребенок Отказывается От употребления Молока Он Практически тут же Начинает выздоравливать Поправляться Всегда Одно из основных Признаков Не признаков А Требований К родителям При лечении Ребенка Это отказаться От употребления Молока Как только Они отказываются Но это естественно Для детей После 5 лет Потому что До 5 лет Ребенку молоко Нужно И есть мнение Что до 5 лет Якобы Часть Даже часть Коровьего молока Усваивается И так далее Поэтому До 5 лет Я не особо требую Если родители Его грудь Если мать его грудь Не кормит То я хотя бы Прошу Чтобы его перевели На козье молоко Козье молоко Менее Вредное Для нашего организма Чем коровье Но правда Я слышал Что в последнее время Изобрели Какие-то нанотехнологии Которые помогают Вействовать Жиробелковую молекулу Которая является Основой молока Это Жиробелковый молок Смельчается И становится Таких Размеров Как Организмом Основное Почему молоко Непригодное Человеку Для употребления Это размер Как раз таки Этой молекулы Из-за своих Больших размеров Она не может быть Усвоена Организмом Нашим И способствует Только Появлению В нем Слизи Если же Ее уменьшить То вроде бы Которое молоко Становится Пригодным Для употребления Но В практике Я не видел Никогда не встречал Подобного молока Обработанного Наноспособом Это один момент Второй момент То что Пастеризованное молоко Вообще Категорически Нельзя пить Человеку Хотя Везде у нас В свободной продаже Продают только Пастеризованное молоко Заставляет Его кипятить И так далее Но Все равно Температура Кипения молока Вернее Температура Которая его Прогревает И длительность Его кипячения Она не позволяет Убить Всех тех Микроорганизмов Которые там есть Плюс Еще один момент На который Нужно учитывать Многие коровы В стадах У производителей Молока Болеют лейкозом И это Общеизвестно Есть даже Допустимый процент Гноя в молоке А чем Опасен лейкоз Коровы Для Молока Которое она Дает на продажу Тем что Лейкозная корова Выделяет гной В молоко И этот гной Мы собственно говоря Пьем По ГОСТам По всем этим программам Есть даже Допустимый процент О чем я сказал Раньше Поэтому Имейте ввиду Что Выпивая Это пастеризованное молоко Вы пьете Немножко Коровьего гнойца Так сказать Вот Фу Какие подробности Прям рассказываешь Ну ладно Хорошо Выпили Закусили Все нормально Жизнь наладилась Искать Здоровья Сразу прибавилось Имейте ввиду Но Дальше О чем Поговорит Вот Перед нами Ребенок Какие проблемы Чаще всего возникают По крайней мере Из моей практики Я могу сказать Это Запоры Действительно Это Нарушение работы Кишечника У детей Очень частые проблемы Другая частая проблема Это заболевания Органов дыхания Какие-то Постоянные кашли Бронхиты Танзилиты И так далее Что-то вот С этим Либо Спаление Либо Проблема С мочеиспусканием То есть Либо Очень частое Мочеиспускание Вот Человек Вернее Ребенок Часто писит Либо он Писит Не часто Но метко Допустим Ну так сказать Явление нуреза Ночной нурез Вот У некоторых детей Бывает просто нурез Даже обычно То есть У ребенка Отсутствует сигнал Давай Поясни Что такое нурез Нурез Непроизвольное Мочеиспускание То есть Неконтролируемое Когда ребенок Не контролирует То что Описывается У нас в простонародье Говорят Ребенок описывался Вот это вот Оно и есть Ночью там Описывается Или днем Описывается Из-за того Что у него Отсутствует Позыв Мочеиспускания Обычного человека Он захотел В туалет Пошел в туалет Сходил По маленькому Или по большому А у ребенка Страдающего Нурезом У него Такой сигнал Не поступает Он просто не понимает Что ему сейчас Нужно пописать И из-за этого Происходит Такое непроизвольное Мочеиспускание Но И с такими ситуациями Можно Справляться С Божьей помощью Как говорится Вот В моей практике Были такие случаи Я о них расскажу Ну Или же Вот здесь Как раз заходит Вопрос О разделениях Между Там Мальчиками И девочками Да Бывает так Что У девочек С раннего возраста Идут какие-то Выделения Вот Ну У мальчиков С этими проблемами Там С этими делами Бывают реже Проблемы Но Тоже Как бы Застой крови В нижних отделах Кишечника Инфицирование Нижних отделов Кишечника Там Глистами Какими-то Тоже Дает отягощение На мочеполовую систему И У мальчиков Бывает Вследствие этого И болезненное Мочеиспускание Там И так далее Поэтому Поле для разговоров О здоровье ребенка Очень обширное И Я не претендую Сегодняшним эфиром На то Что мы охватим все Я постараюсь Как бы Осветить Основные ситуации Подсказать В общих чертах Как действовать Если у кого-то Будут какие-то Специальные вопросы Вы можете написать Нам на радио И Мы дадим вам ответ Как только сможем То есть Самое короткое время Постараемся Поэтому В общих чертах Перехожу Конкретно Конкретики Так сказать Алексей Что-нибудь Есть Сказать Переходи Конкретики Переходи Перехожу Значит Давай Перейдем Идем Рассмотрим Такую штуку Дискинезия Желочных путей У очень большого Сла детей Бывает Такой недуг Расшифровывай Сразу Дискинезия Желочных путей Ну это Плохая Проходимость Желочных путей Ну одним словом Плохо работающий Желочный пузырь Когда желчный пузырь Недостаточно В общем Желочный Недостаточно Хорошо Истекает Из него Вот Истекать желчь У человека Должна регулярно Желательно По утрам Для того Чтобы запускать Моторику кишечника То есть Запускать Кишечник Чтобы он Начинал С крощадкой Самой Себе Пищи И производил Усвоение Так Если Существует Проблема Дискинезия Пути У Дискинезия Соответственно Кишечнику Работ Нужно Что можно Дать При Народной Медицине Вот В частности Чувство Трава Нужно Подбегать Чтобы Эту Проблема Была Вишна Обрыв Связи Риспоксиливающие Сокращения Мышц Желочного Кузыря Это Такие Травы Как Душица Орень Аира Золототысячник Цветы Тмина Цветы Пастушьей Суки Цветы Ромашки И Кукурузные Рыльца Если у ребенка Есть Дискинезия Желочных Кутей То мы Используем Эти Травки Но Опять же Что касается Травок Я Напомню О том О чем мы Говорили В предыдущих Эфирах С Алексеем О Применении Травок Трав для Детей Если ребенок Совсем Мал Весового Тоже Мал То мы Используем Травки По Гомеопатическому Типу То есть Мы Варим Делаем Настой Допустим Настой Сбора Столовая Ложка На пол Литра Но Из этого Настой Мы берем Всего лишь Чайную Ложку И разводим Ее на Стакан Развели И от Этого Стакана Ребенку Даем 30 Может быть 50 Грамм Для того Чтобы он Выпил Даем Таким Образум Если Ребенок Уже Ближе К юноше Или Юноша То Тогда Можно Не Делать Разбавлений Дополнительно Можно Заваривать Пол Литра Но Из этих Пол Литра Давать Ему Только 250 А не 500 Опять же Здесь Нужно Обратить Внимание На То Насколько Ребенок Ослаблен Если Организм Ребенка Ослаблен То Если В сборе Содержатся Какие-то Токсичные Травки В тех Что я Прочитал Сейчас Здесь Токсичных Не содержится На всякий случай Среди Противовоспалительных Трав Там Бывает Токсичные Если Они Содержатся Нужно Разумно Подходить Возможно Начать С малой Дозы Это Что касается Дискинезии Живочных Путей Так же Каким Образом Еще Эффективно Здесь Использовать Пиявок Потому что Пиявки Своим Воздействием Они Размягчают Ткани А Дискинезия Часто Связана Со Спастикой С С напряжением С каким-либо Неправильным Положением Самого Живочного Пузыря То есть Пиявками Мы Размягчаем Пиявки Воздействуют Ультразвуком То есть Снимают Какие-то Невротические Напряжения С желчного Пузыря И В целом За счет Того Что Впрыскивают Еще Порядка 500 Биологически Активных Веществ Они Воздействуют Подобно Травкам На Сам Живочный Пузырь И Улучшает Его Состояние Моторику И Работу Таким Образом Мы Улучшаем Работу Живочного Пузыря Очень Полезен Здесь Ручной Массаж То есть Ручное Обдавливание Области Живочного Пузыря У Ребенка Но Опять же Как найти Область Живочного Пузыря У Ребенка В принципе Не сложно Мы Берем Точно Так же Как у Взрослого Мы Берем Пупок Проводим Линию До середины Плеча Скажем Так В том Месте Где Эта линия Пересекается С реберной Дугой Примерно Там Находится Область Дна Живочного Пузыря И Вот Именно Эту Область И Нужно Слегка Очень Легонечко Массировать Разминать При этом Нужно Помнить И знать Что Работу Живочным Пузырем Всегда Нужно Начинать С Области Двенадцатиперстной Кишки Поскольку Выход Живочи В кишечник Осуществляется Через Живочный Проток Который Оканчивается Сфинктером В двенадцатиперстной Кишке И если Этот Сфинктер То есть Клапан Он напряжен Зажат То Отток Живочи Даже если Простимулировали Образно Говорю Наладили Живочный Пузырь Отток Живочи Не состоится Поэтому Прежде чем Работать Живочным Пузырем Необходимо Размять Область Двенадцатиперстной Кишки Тоже Можно Рукой Можно Пиявочками Можно Какими-то Такими Вибромассажерами Легкими Можно При помощи Ультразвуковых Приборчиков Сейчас есть Различные Вилатоны И так далее Это все Поможет Снять напряжение И Пару слов О том Почему Возникает Это напряжение В области Двенадцатиперстной Кишки Опять же Повторю Что Оно имеет С собой Прежде всего Невротический Фон То есть Если у ребенка Стресс Если переживание Волнение То Одно из первых Что сжимается Это Желудок И вместе с ним Двенадцатиперстная Кишка Поэтому Тут нужно понимать Что Расслаблять Снимать напряжение Болевые ощущения Прежде чем Воздействовать На желчном пузыре Лучше со всей Эпигастральной Области То есть Что такое Эпигастральная Область Вот у нас есть Солнечное сплетение Оно представляет Из себя Как такую Букву Л Своебра Стилизованную Вот Если Там где Это Середина Реберной Дуги Провести Горизонтальную Линию Соединить С этой Буквой Л Получится Такой Свообразный Треугольник Вот это И есть Эпигастральная Область Которую Нужно Разминать С которой Нужно Снимать Болезненность И вот Мы ее Размяли Сняли Болезненность А каким образом Мы это Делаем Мы Легонечко Нажимаем На животик Ребеночка Очень Легонечко Пальчиками Не может На вопрос Больно Тебе Или не Больно Он нам Ничего Не ответит Поэтому Мы наблюдаем За глазками Ребенка И как только При нашем Нажатии Глазик У ребенка Дернется Или там С ним Произойдут Какие-то Изменения Как вам Так Болезненно Сощурится Слегка Значит Все Вы достигли Области Болезненности Здесь Мы задерживаемся И ждем Пока Эта Болезненность Пройдет Ощущение Того Что Болезненность Ушла Мы Поймем По Тому Что Ткани Под пальцем Размягчаться Сделаются Более Мягкими А у Ребенок У детей Это Ощущается Гораздо Лучше Нежели У взрослых Потому что У взрослых Появляются Сальниковые Листы Передняя Брюшная Стенка Укрепляется У детей Как правило Ничего Этого Нет У них Мягкая Брюшная Стенка У них Практически Нет Сальникового Листа Большого Через который Нельзя было бы Прощупать И вот Передняя Вернее Передняя Стенка Ткани Под рукой Расслабятся И как только Вы почувствуете Что ткани Расслабились Возможно Можно вдавить Область Либо рядом Либо углубиться Еще Чтобы более глубоко Снять напряжение И вот После проведения Таких Работ В эпигастральной Области Мы переходим К ручному Массажу К правке Именно Области Желочного Кузыря И разминаем Там Уже Снимаем Болезненность Оттуда После Такой Работы Можно Сказать Что Мы Восстановили Функционирование Оттока Желчи И Со здоровьем У ребенка В плане Пищеварения Должно Быть Уже Гораздо Лучше Что касается Вот По этой Теме Есть Какие-то Вопросы Может быть Дополнения Вопросов У меня нет По этой Теме В принципе Все хорошо Нормально Объяснил И Затронул Тему Которая Часто В Дите Возникает Это Когда Происходит Заминание Закручивание Сгибание Всего Что связано С протоками Желчными С самим Желчным Пузырем Так что Ты очень хорошо Это все объяснил Тогда Двигаемся Дальше Давай Поговорим Естественным образом О кишечнике То есть После Процесса пищеварения После желудка Двенадцатиперстных А вот Кстати о желудке Я практически ничего не сказал Это очень важно Нужно Следить Также За Ну как Я Обовался о том Что нужно сделать так Чтобы В пегастральной области Все было мягко Так вот Там находится и желудок И очень важно Его тоже Размягчить Сделать мягеньким Чтобы Потому что Если желудок Будет напряжен Он уже не сможет У ребенка вырабатывать Желудочный сок Необходимой концентрации И соответственно Процесс пищеварения Будет уже идти Не так как должно И пища Будет пропитываться Не той концентрацией Желудочным соком И соответственно Перевариваться Усваиваться Будет гораздо хуже Плюс Напряженный желудок Не будет формировать Пищевой комок То есть Он Уже В кишечник Пища будет уходить Не таким образом Структурированная Поэтому Ну и так далее Очень важно Обратить внимание На желудок Травы Для желудка Которые хорошо Ребенку давать Это вот Аир Корень аира Которым я говорил ранее Плюс Еще две таких Травки Замечательные Это Репешок аптечный И Стребинка волосистая Вот Эти травы Очень хороши Как для желудка Так и для поджелудочной Железы Единственное Опять же При применении Нужно Соотносить С возрастом С размером С весом Ребенка И так далее Вот что касается Возраста Размера И так далее Вот здесь вот Надо учитывать Что Грудничковый период Про который Так обмолвился Ребенок еще не умеет Говорить Кормит маму грудью И вдруг Мы обращаем внимание Что живот Постоянно плотный И постоянно газики Постоянно такие Пердунки И так далее Вот что здесь сделать Давай расскажем В этом случае Естественно Ни о каких травах Не может быть и речи Потому что Ну Вернее Для самого ребенка Здесь Необходимые Для ребенка Травы Нужно чтобы употребляла мама И тогда ребенок Будет получать их Вместе с молоком Вот это раз А газики И пердунки Идут вследствие того Что прежде всего Ребенка неправильно Кормят Нужно будет обратиться К тому что Чем питается ребенок Если он питается Только лишь Грудным молоком Значит нужно будет Обратить внимание На то что кушает мама Значит в ее рационе Что-то присутствует Что не полезно Для ребенка Это раз А второе Соответственно Неправильное Желчеотделение И необходимо Наладить работу Возможно даже Ручным образом Желчного пузыря Как Вот еще раз Способ Как это сделать Допустим Иногда Когда ребенок Лежит на животе Ему может быть Как-то очень болезненно Он будет не даваться Кричать Орать Извиваться И так далее В этом случае Можно его перевернуть На животик Лицом вниз И свои руки Поднести Под него И тогда У него животик Провиснет Естественным образом И можно будет Пальчиками Очень хорошо Прощупать Все его внутренние органы И очень точно На каждый из них Воздействовать И болезненность Грубо говоря Критичность Для ребенка Здесь будет меньше Менее болезненная Будет процедура Ему более приятно Так легче С детьми работать Вот это Что касается Пердунков Вот Алексей Хорошо Дальше Дальше Давай Давай поговорим О воспалительных Процессах Верхних отделах Кишечника Давай Давай То есть Ну начнем С воспаления Пищевода Здесь Используют Обволакивающие Травы Для его лечения То есть Чтобы вот эта вот Часть пищевода Воспалилась Ее В неким образом В волоклон Это Корень алтея Это семена льна Но в принципе Семена льна Все знают Это листья Мати-мачехи Вот И второй момент Который здесь Используется Это травки Должны быть еще Использоваться Противовоспалительные Это опять же Применительно здесь Это тот же самый Корень алтея Он как два в одном Это корень солодки Это чаблец И ромашка Вот При различных Гастритах Которые бывают У детей Ну это уже более Взрослые дети Это возраст Допустим Может быть От четырех До девяти Ну и так далее Вот Применяют травы Регулирующие работу Поджелудка И двенадцатипчастной кишки Таким Травам Относятся Травы Содержащие Горечи Ну в принципе Это могут быть Любые горечи Например Златотысячник Корень цикория Вот Также здесь полезно Растения Содержащие Эфирные масла Ну допустим Корень аира И тысячелистник Вот Противовоспалительные Космолитические Действия Оказывает ромашка Например То есть Тоже очень хорошо Для желудка Для детей Давать ромашку Вот Прекрасно будет Чебрец Фен Хельтмин Душица Пастернак Петрушка Это Те специи Которые будут Стимулировать Лучшую работу Желудка Двенадцатиперстной кишки Побольше Не то что побольше Но активно Использовать мед При кормлении Ребенка Когда у него есть Какие-то проблемы С желудком С там гастрит И так далее Обычно Прием меда Перед пищей Он Усиливает Выделение Желудочного сока Есть даже Такой рецепт Лечения медом Различных там Гастрит И так далее Что Одну столовую ложку Меда Развести в одном стакане воды И принимать За полчаса Перед едой Если вот таким образом Это используют В течение Полутора-двух месяцев То в принципе Уходят все проблемы С гастритами С какими-то там Эрозивными образованиями В желудке Для желудка Также очень полезен Гриб Тяга Вот его можно пить В виде чая Тоже прекрасно будет Он и стимулирует И местный иммунитет И вообще в целом Сок картофеля Сок картофеля Ну лучше принимать По 50 миллилитров Натощак Три раза в день За час до еды Тоже очень хорошо Заживляет Там гастритное образование И так далее Сок Морковный сок Морковный сок Принимается По полстакана Один раз в день Для ребенка Вот Если Есть какие-то проблемы С поджелудочной железой Намеки на это Может быть она диагностирована Как-то То Добавляем Разбавляем Хотя бы на 30% Морковный сок Теплой водой Вот И Очень полезен Для желудка Такой Сок Как инжир Прекрасно Себя показывает Вот Так что Рекомендую Дальше В соответствии Логически Уже Если мы разобрали Ситуацию с желудком Можно Пару слов Сказать о поджелудочной железе Что касается Поджелудочной То Здесь будут полезны Такие травы Как Фиалка трехцветная Хвощ полевой Листья брусники При болях Поджелудочной железе Зверобой Пустырник Мята Вот И Отвар из овса Отвар из овса Есть У меня По крайней мере В моей практике Я применяю рецепт Овсяного киселя Готовить его Как Мы берем Один стакан овса Разбавляем его Четырьмя стаканами Теплой воды Доводим до кипения И варим В течение Одного или Двух часов Варим до тех пор Пока От общей массы Не останется Один стакан Ну Грубо говоря От этих Четырех стаканов воды Должен остаться Один И содержимое Должно приобрести Такой Бледно-белесый цвет Это получается Своеобразный Такой овсяный кисель И вот этот овсяный кисель Он прекрасно Заживляет И Различные Гастриты И так далее Помогает При этих проблемах И хорошо Благоприятно Воздействует На поджелудочную Железу Вот Ну Двигаясь Дальше По теме Логично Было бы Рассмотреть Также Одну из причин Почему Бывают проблемы У детей Значит С животом С кишечником Это Черви Да Черви в кишечнике Бывают Черви В печени Бывают Черви В поджелудочной Железе Вот Часть Глистов Бывает Там В толстом Кишечнике Часть Живет В нижних Отделах Тонкого Кишечника Но Я скажу О трех Видах Наиболее Распространенных Чтобы не уходить В тему Этих Паразитов Значит Это Аскориды Аскориды Это такой Тоненький Белесый Примерно 15-20 см В длину Червь Вот Который Обрыв Связи Произошел Обрыв Связи Ну раз Обрыв Связи Давайте Пройдемся На музыкальную Вернулся Ты к нам Ты начал Говорить Про Аскорид Их Длину Назвал И дальше Прерывание Связи Произошло Ну Хорошо Что я Вернулся Значит Аскориды Чем они Нам опасны И ребенку И нам В принципе Они могут Жить Как у детей Так у взрослых Тем что Они Могут Накусывать Стенку Кишечника Вызывая Какие-то болезни Воспалительные Процессы В кишечнике Самка Аскориды Может Откладывать В сутки До 200 тысяч Яиц Вот И Соответственно Вы должны Понимать Что Какими темпами В принципе Они могут Размножаться В следствии этого Также Важно Понимать Что Одноразовая Допустим Глистогонка Глистогонка У ребенка Она может Не принести Не дать Никакого Результата Обязательно Нужно Через 21-30 дней Это повторять Наилучшим образом Если вы Делаете Противопаразитарную Терапию У ребенка Ну порядка Каждые 3 месяца То есть Где-то Четыре раза В год Да Вот После первого Раза Вы через месяц Повторяете Каким образом Можно Значит Избавляться От Червей В желудке Ну пожалуй Я об этом Скажу Не в желудке В кишечнике Чуть позже Сейчас еще Расскажу Об острицах Острица Это Тоже Такой Червь Кишечный В отличие От Острида Он маленький В длину Всего Максимум 2 сантиметра Оскориды Могут Обитать Во всему организму В принципе В толстом кишечнике В тонком кишечнике И в легкие Они залазят Вернее в легкие Они не залазят Они туда поднимаются Стоком крови Из желудка Там они Вылупляются Достигают Половой зрелости И потом Пускаются в кишечник Там уже продолжают Свою жизнь И откладывают яйца Ну и так далее Вот в общем Круговорот Оскорид В нашем теле Такой А острицы Они Весь свой цикл Проводят В нижних половинах Тонкого кишечника В нижних отделах Тонкого кишечника В слепой кишке И в некоторой части Поперечно-ободочной кишки Вначале В самом Вот Именно Откладывают яйца Чем выражают Нального Отверстия Когда Ребеночек Начинает Чесать попку Вот Это значит Что Скорее всего У него есть Острицы Каким образом Передаются Эти вот Заболевания Эти глисты Друг от друга В случае Остриц Это Только от больного К больному На попку Ребенка Были отложены Яйца Затем Они перешли На постельное белье На каждую Каким-то образом Они оттуда Попадали на пол Еще куда-то Там С лапами животных На ногах Там Через мух Все это передается Разносится То есть Если муха По пище полазила То есть Предположение Что там Может быть Уже яйцо Острицы Вот Ну Аскориды Аскоридоз Это болезнь Грязных рук То есть Если ребенок Что-то ест Грязными руками Если Ест Немытые овощи Там И так далее То есть Вероятность Что он Занесет Себе В организм Яйца Аскориды И Третье По величине Своей Значит Инвазии В организм Детей Это Аписторхи Аписторхи Такие тоже Маленькие Черви Они обитают В печени В протоках Желчных В поджелудочной Железе Все Вышеуказанные Черви Они в большей степени Имеют активность Ночью И вследствие Этого Если какие-то Процедуры Против них проводить То лучше Это делать Либо во второй Половине дня Либо ночью С двух до трех Часов Тогда Эффект От Противопаразитарной Терапии Будет гораздо Выше Вот В своей практике Я использую Какие методы Ну так Наиболее Распространенные Не углубляясь В специальные Какие-то И так далее Я использую Корень Папоротника Щитовника То есть Папоротник Мужской Или еще Называют его Щитовник Вот его корешок Он Убирает Любые Кишечные Глистные Инфекции Начиная От Цепней И заканчивая Маленькими Острицами Поэтому Для того Чтобы Не мудростовать Лукаво Особо Не изгаляться Не кормить Никого Токсичной Пижмой И полынью Хотя это Тоже Эффективные Методы Я использую Корень Щитовника Также Еще Очень хорошо Совмещать Корень Прием Корня Щитовника С периодическими Очищениями Кишечника Потому что Когда паразиты Погибли Умерли Для того Чтобы Считать Цикл Как бы Противопаразитарно Завершенный Нужно эвакуировать Этих Мертвых Паразитов Из Организма Для этого Очень хорошо Подходят Какие-либо Слабительные Я поклонник Мне нравится Касторка Я вообще Фанат Касторки Применяю Очень Во многих Ситуациях И в данном Случа Особенно Рекомендую Если К примеру С утра Человек Принимает Настой С Корнем Щитовника То Логично Нералогично Целесообразно Разумно Где-то через день Дня три Попринимать Касторку По вечерам При этом Хорошо бы Еще добавить В рацион Продукты Богатые Медью Потому что При использовании Касторки Часть меди Организм теряет И хорошо бы Эти запасы Восполнять Вот это Можно делать В овощах Получать Мин с овощами С какими-то Крупами Что касается Аписторхов Которые Обитают В области Печени То здесь Давно уже Проверенный Способ Это Караосины Применение Караосины Прекрасно Воздействует Убивает Выгоняет Оттуда И аписторхоз И лямблиоз Который развивается В двенадцатиперстной кишке Также есть Народные методы Еще Связанные С употреблением Коньяка Детьми Это конечно Ужасно Это вообще Немыслимо Можно сказать Да Ребенок пьет коньяк Но иногда Когда эта инфекция Обширная Когда уже Вот никакие Средства не помогают Возможно следует Применить этот Мы раньше В предыдущих эфирах О нем говорили Я его напомню Может быть Кто-то не помнит Значит Мы берем Ну если для взрослого Это Порядка Восьмидесяти миллилитров А для ребенка Мы берем Один миллилитр На килограмм Коньяка И столько же Берем Костовки Вот Перемешиваем И выпиваем Это опять же В период С двух До трех Часов Ночи Вообще Вариаций Применения Коньяка Для глистогонки Их очень много В своей практике Применяю Такой И он Стабильно Дает Положительный Тот Нужный Мне эффект Вот Также Очень хорошо Для того Вот В период Глистогонки Использовать Какие-либо Водные Процедуры О чем Я говорю О Обертывании По Кнейпу Вот Если Мы Допустим Занимаемся Противопрозитарной Программой То Для Лучшей Эвакуации Лучшего Очищения Кишечника Чтобы Вызвать Такой Значительный Приток Крови К этому Кишечнику Поднять Его Температуру И тогда Пребывание Там Даже Жилых Глистов Окажется Невыносимым Как Этого Добиться Значит Этого Добиваются Следующим Образом Разогревают Ребенка В бане Ну Естественно В разумных Пределах Да Сейчас Много У нас По России По России Скажем так Хороших Банных Мастеров Они Очень хорошо Умеют Парить Детей Они Об этом Расскажут Лучше Нежели Я И поэтому Я скажу По факту То есть Мы В бане Напариваем Ребенка Что он Хорошо Разогрелся И затем Когда Он Отходит Мы Его Обливаем Такой Ключевой Водичкой Вот И Заворачиваем Его В Мокру Такую Прохладную Простынку Сверху Оборачиваем Его В спальный Мешок И дальше Происходит Следую Что Организм Ощущая Снаружи На кожных Покровах Сильное Допустим Такое Холодное Термическое Воздействие Он Начинает Спасать Внутренние Органы Усиливает Приток Крови К кишечнику К почкам К легким И так далее И Температура Кишечника Поднимается Настолько Что В совокупности С Какой-то Противопаразитарной Программы Пребывание Глистов Кишечника Становится Невыносимым Бывает Так Что Ребенок Иногда Даже Обделывается Еще Находясь Во всем Коконе И Обделывается Причем Так Червяками Если Они Там Есть Вот Ну Это Что касается Червяков Ну Наверное Это Вот Может быть Все Что Я Хотел В данном Ракурсе Сказать Если Что-то Есть Добавить Пожалуйста Давай Поговорим Про Червяков Пожалуй Мы Уже Много Раз Говорили Поэтому Я Думаю Что В данном Случае Вполне Исчерпающая Информация Да В очередной Раз Меня Коробит Утребление Алкоголя Особенно Связанное С детьми Со Взрослыми Это Понятно Тут Выбор За Человеком Которож Деваться Некуда А вот С ребенком Все Так Все Надо Быть Поосторожным Потому Что Одно Лечьим Другое Не Калечим Не Увязать Одно С другим То есть Червей В организме Ребенка И проблемы С желчным Пузырем Иногда Так Бывает Что Количество Тех Самых Аписторхов В желчном Пузыре Достигает Такого Состояния Что Получается Механическая Желтуха Или Когда Мы Начинаем Очень Активно Травить Этих Аписторхов И они В массовом Количестве Гибнут И Погибая Когда Организм Пытается Вывести Их Через Протоки Желчного Пузыря Они Его Своими Телами Могут Просто Напросто Завалить И Нарушает Ток Желчья Получается Такая Свеобразная Механическая Желтуха Нужно Просто Это Знать Понимать Что В принципе Не то Что Знать Понимать А Вот Видеть Если При Противопаразитарной Терапии Там Короясины Там Направлен На Желчный Пузырь Ребенок Почему-то Начинает Желтеть От него Начинает Пахнуть Ацетоном Это Говорит О том Что Случилась Вероятно Механическая Желтуха И вот Эти Вот Черви Забили Желчный Пузырь Тогда Ребенку Можно Дать Либо Касторки Чтобы Его Прочистить Но В любом Случай Здесь Обильное Питье Здесь Витамин С Побольше Употреблять И Какие-то Действия Стимулирующие Отток Желчи Для того Чтобы Все Это Степло Вытекло Почистилось А ты Когда Говорил Про Коньяк Имелось Ввиду Что Что Это Просто Алкоголь Или Вот Именно Коньяк Со Своими Всякими Веществами Которые В него Входят Ты Знаешь Ну Я Советую Конечно Пациентам Использовать Какой-то Хороший То есть Натуральный Коньяк Который Сделан Из винограда Наверняка Я думаю Что Там Какая-то Те вещества Которые Содержатся Не играют Свою роль Но в целом Коньяк Нужен Для того Чтобы Парализовать Нервную Систему Паразита Они Коньяк Перемешанный Допустим С каким-то Еще Веществом Желательно Туда Что-то Сладкое Добавить Сладкий Чай Допустим Глисты Тянутся К сладкому И его Употребляют Но поскольку Там есть Еще и спирт Употребляя Спирт Они Парализуют Свою Нервную Систему И Просто Барахтаются Там Кишечник Их Оттуда Легче Вынести Потому что Когда Нервная Система Паразита Не парализована Он может Прятаться От всех Этих Веществ Зарываться В слизистую Кишечника Там Прикрепляться И Не так Просто Его Оттуда Удалить А вот Именно Употребление Спиртного Оно Парализует Его Все-таки Это Относится К рамкам Народной Медицины Об этом Рецепте Писали В ЗОЖ Еще при Советском Союзе В 70-х Годах Такова Традиция Возможно Водку Не стали Использовать На детях По каким-то Моральным Причинам Все-таки Коньяк Более Благородный Напиток Считается Его Потребляет С ума Сойти Да Я Про чему Это все Говорю Если Мы Понимаем Что У нас Глисты Это такие Алкаши Которые Вылезают И напьются И там потом Валяются Да Их проще Удалять Это одно Дело Их можно Любым алкоголем Травить Вместе С собой Самим Если же Мы видим Что здесь Какие-то Растворенные Вещества Которые Только в Коньяке Есть Это другой Разговор Если мы Видим То что Они Вылезают На что-то Сладкое Например Какая-то Порция Чая Или Какого-то Сока Или просто Разведенный Сахар Переизбыток Сахара И С добавлением Алкоголя Любого Чтобы Глисты Сожрали Его На сладкое Выползли И при этом Потеряли Возможность Двигаться Чтобы алкоголь Их проализовал И после этого Косторка Или чем-то Еще Их Вводить Это другой Разговор Поэтому я Хотел Уточнить Почему Именно Коньяк Это Может быть В те времена Какая-то Была Предвзятость Что Коньяк Это Что-то Лечебное И Знаменитые Фразы О том Что Коньячком Лечимся Они Как раз Оттуда Пошли Может быть Это Очередная Какая-то Утка А-ля Врачебная Которую Вбросили Специально Для того Чтобы Создать Некое Представление О благородстве Вот этого Якобы Напитка Ты знаешь Алексей Мне ничего Подобного Неизвестно Но И Честно говоря Я никогда Об этом Даже не задумывался Что Там Что-то Есть Такое Что Возможно На сосудистую Систему Там Каким-то Образом Влияет Потому Что Там Присутствует Виноград 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 В обычном Состоянии Он полезен Для крови Вот Может Что-то Там Есть Какие-то Кислоты Что-то Еще Которое Полезно Влияет Но Я не Думаю Что Нужно Использовать Коньяк Как Именно Лечебное Средство Хотя Некоторые Настолько Сильно Лечатся Что Иногда Надо лечить От коньяка Да Ну В общем Получается Следующее Насколько Я понял Что В принципе Если Вот Эти Паразиты Червячки Они Тянутся К сладкому То Должен быть Сахар При лечении Второе Если Им нравятся Продукты Виноград Значит Это Скорее всего Виноградный сок Лучше Натуральный Применить Какой-нибудь Из Красных Или темных Сортов Винограда То есть Сахар Виноградный Сок И потом Какой-нибудь Этиловый Спирт В небольшом Количестве Для того Чтобы они Просто Парализовались И в этом Случше Тогда Можно Не привязываться К какому-либо Алкогольному Изделию Под названием Коньяк А вот Именно Таким Простым Способом Не морочась Наверное Можно Попробовать И все это Вывести Но опять же Я Рядом Противником Употребления Этой дряни Без причин Но Вот Раз ты говоришь Что другого Способа Выведения Особо нет То Как говорится Клин-клином Вышибают Способа Выведения Хватает Полно А вот Такой способ Он Является Более быстрым Почему О нем Говорим Потому что Он является Более быстрым Если мы Будем пить Корму Сины У нас Затянется Недели на Четыре Тире на Шесть А если Такая ситуация Что уже Идут Какие-то Повреждения Печени В следствии Червей Паразитов И что их Нужно Скорее Скорее Оттуда Удалять То Как Средство Экстренной Эвакуации Тогда Используется Вот это То есть Это не как Средство Обыденной Повседневной Терапии А именно Как экстренное Средство И ночью Ты говоришь Где-то Два часа ночи Ночью С двух До трех Часов Ночью Потому что В этот Период Они активны И на них Легче Воздействовать Хорошо Давай дальше Потому что Вопросы Еще поступают Мы Я думаю Благодаря вопросам Будем уточнять Сказанное И тема Наша Будет раскрываться Еще лучше Далее Можно перейти И поговорить Об ангинах О том Воспалении Ворва Всякие Тензилиты И прочее Да Фаренгиты И так далее Подавляющее Большинство Родителей Говорит о том Что вот Ребеночек Болеет У него там Ангина И так далее И при этом Все относятся К этому Как нормально Ну то есть Ну ангина Ангина Да Норма жизни Такая Болеть ангиной Да В современном мире Это норма жизни А при этом На самом деле Когда у человека У ребенка Ангина Если это еще и девочка То это говорит Прежде всего О том Что у нее Существует Некая Дисфункция Мочеполовой системы Есть проблема И Причина ангины Кроется именно там В своей практике То есть Делая ручной массаж Снимая напряжение Улучшая кровоток У ребеночка Вот в области Малого таза То ангина У него проходит Гораздо-гораздо Быстрее Бывает другой случай Как говорится Что если нет Обострения Нет лечения Воздействие на Допустим Дисфункциональный Зажатый Низ живота Мы можем Провоцировать Катаральную ангину То есть У ребенка ее не было Но Если он к нам Поступил Допустим С запросом О том Что ему там Больно писать Или боли Внизу живота И мы начинаем Это разминать У него может Возникнуть ангина Это Я говорю О существующей Взаимосвязи То есть Не просто так С пустого порожня Мне Оказалось Что если ангина То значит У него проблемы Внизу живота Я говорю еще Из практики Подтверждение Подтверждение Того Когда начинаешь Бывает Начинаешь Лечить Низ живота Возникает Ангина Такая Катаральная То есть Искусственная И здесь Важно понимать Причину Ангины И если Родители Будут понимать Что Причина Ангины Кроется В области Малого Таза И прежде всего Будут лечить Там То Ребенок Во-первых Впоследствии Не будет болеть Ангиной А так Когда его Лечат постоянно Ангины 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 А потом В конце концов Предлагает ему Вырезать гланды Потому что У него постоянно Воспаленное горло И так далее А гланды Это часть Лимфатической системы Это первичный Барьер В нашем организме Если его Ребенка удаляет То Тоже часть Иммунитета Потеряна У меня Самого Когда я был Маленький Вырезали гланды И Потому что Я в детстве Постоянно болел Каким-то Простудным Заболеванием И потом Я наверное Ну сейчас Уже не помню Наверное Начал болеть Какими-то Кишечными Проблемами Легочными Потому что Если Инфекция Не задерживается Миндалинами В области Горла Она потом Опускается Ниже На пронхи На легкие И так далее Поэтому Имейте в виду И понимайте Что проблема У детей С горлом Всегда связана С проблемой В области Малого таза Каким образом Мы можем Противостоять Ангини По факту Если вот Она уже Случилась И причиняет Дискомфорт Ребенку Значит Здесь Очень сильный Очень хороший Рецепт Используется Мед И яблочный уксус Подбирая Какие-то Рецепты Для передачи Я всегда Стараюсь Использовать Какие-то Рецепты Доступные В исполнении Не фантастические Потому что В моей справочной Литературе Огромное количество Различных Рецептов Где Можно Там пишутся Какие-то Экзотические Семечки Которые растут Там в Средней Азии Там еще что-то Там описываются Чудодейственные Свойства Вот этих Вот составов Но я их Не привожу Не применяю А рассказываю Тех Что есть В обыденности В принципе В повседневной жизни Практически У каждого дома И далее Вот Используем Мед И яблочный уксус Значит Что делаем В 250 Миллилитров Меда Добавляем Прошу прощения В 250 Миллилитров воды Добавляем В одну столовую Ложку меда И добавляем В одну чайную Ложку Яблочного уксуса Все это Перемешиваем Хорошенько И принимаем Давать ребенку Принимать Маленькими глотками До 10 раз В день После еды Вот после еды То есть где-то Ну можно 15-20 минут Подождать И после этого Давать В самом начале Рецепта Я сказал Что в 250 Миллилитров Это не говорит О том Что ребенка Нужно заставлять Выпивать Все 250 Миллилитров Нет В зависимости От возраста Его От массы Тела Этот объем Варьируется Но Та концентрация Которая Приведена Она сохраняется То есть В 250 Миллилитров Теплой воды Мы добавляем Столовую ложку Меда И Одну чайную Ложку Яблочного уксуса Одна чайная Ложка На 250 Миллилитров Воды Это получается Достаточно Легкий И Можно сказать Приятный Вкус Вот Затем Далее Чем еще Можно воздействовать На ангину Это Сок Лука Берем Прямо Луковицу И выжимаем Из нее Сок И пьем По одной чайной Ложке Три раза В день Тоже Прекрасно Помогает При ангине Далее 100 грамм Сливочного масла Вот Я хотя На самом деле Небольшой Поклонник Сливочного масла И Своим Пациентам Я Часто Говорю Что Желательно Его не Употреблять Хотя Во многих Источниках Утверждается Что Сливочное масло Полезно Для иммунитета Я исхожу Из Позиции Что Сливочное масло Очень плохо Потом выводится Из организма И осаждается На стенках сосудов Тем самым Я его не рекомендую Но в данном случае Как лекарство Можно его Использовать Берем 100 грамм Сливочного масла В эмалированной Посуде Нагреваем До 50-60 Градусов По Цельсию И Добавляем 10 грамм Измельченного Прополиса Прополис Это Можно Так сказать Не то вещество Которое Может быть У каждого Дома Но Оно Вполне Доступно У пасечников Пчеловодов На рынках В конце концов Его не сложно Достать Вот То есть Повторюсь Берем 100 грамм Сливочного масла Кладем В эмалированную Посуду Нагреваем До 50-60 Градусов Цельсия Добавляем 10 грамм Измельченного Прополиса Перемешиваем Полученную Смесь Нагреваем Еще до 70 То есть Повышаем Температуру И выдерживаем В течении 10 минут Помешиваем То есть Активно Перемешивая Все эти 10 минут Затем Отфильтровываем Через один Слой Марли Чтобы Крупные Куски Прополиса Они Остались Если они Не растворились Еще какие-то Части И принимаем По одной Чайной ложке Три раза в день С теплым Козьим молоком За час До еды Это тоже Средство Которое Очень хорошо Помогает Справиться С ангиной Рекомендую И Под конец Разговора Об ангине Хотел привести Средство Которое Способно Остановить Развивающуюся Ангину То есть Не когда мы Имеем Созревшие Заболевания Когда Человек Только почувствовал Какое-то Першение В горле Когда почувствовал Что что-то Там может Воспалиться Останавливаем Значит так Натираем На терке Стакан Свеклы Вливаем Туда ложку Яблочного Уксуса В этот стакан Настаиваем До активного Выделения Сока Из свеклы Затем Сок Отжимаем И полученным Соком Мы полоскаем Горло Вот И После того Как прополоскали Выпиваем Две чайные ложки Этого сока Это средство Которое Способно Остановить Ангину Вот Но А из Своего детства Я помню Что Воспаление Горла Ангину Прекрасно Останавливало Сейчас Я кстати Даже в аптеках Не видел Таблетка Стрептоцита Измельченная Ее так Раздавливают Обычно Это происходит Все в чайной Ложке В столовой ложке То есть Столовая ложка Туда пойдет Стрептоцит Другой Столовая ложка Он измельчается Превращается В пыль Ребенок Открывает рот То есть Я в детстве Открывал рот Мне засовывали Эту ложку С пылью Стрептоцита И дули И распыляли Этот Весь стриптоцит По горлу Потом Уже Впоследствии Появились Всякие Аэрозоли Которые Там Опыляли Горло Еще что-то Но первично Был Этот стриптоцит Плюс В детстве Еще помню Может быть Они и сейчас Остались Хорошие таблетки Называются Фарингосепт Они тоже Они натуральные Там На каких-то травах Их тоже Рассасываешь И через слюну Все Горло Обрабатывается Этими полезными Веществами Тоже Хорошо По-моему Горит Используют Для Нормализации Состояния Горла Еще Тодикамп Но Я в своей практике Его Мало Использую Единичные Случаи Но у меня Было Когда Воспаление Горла И Полоскать Горло Тодикампом Один-два Раза в день И все Проходило В считанные Дни Буквально Но это Скажем так В общих Чертах Алексей Хорошо Алексей Внимательно Слушает Здорово Все Здесь у нас Идет Полемика Целая По поводу Спиртов По поводу Коньяков И прочего Тут Такая теория Интересная О том Что Коньяк Если он правильно Сделан Если он Природный Если он Если На правильном Огне Не на газовом То он Типа Якобы Полезный Вот И спирт И спирт Разный Бывает Вот Мне кажется Здесь Надо понять Что Спирт Это такая Штука Которая Определяется Формулой Формула Спирта Абсолютно Одинаковая Что он Получен Из козяка Что он Получен Из винограда Что он Получен Из пшеницы Формула Спирта Одинаковая Этиловый Спирт Име Одинаковую Формулу Поэтому Не кешьте Себя Иллюзии Что спирт Может быть Разным Может по-разному Воздействовать И не важно Чем вы Этот Спирт Нагреваете Или согреваете Или охлаждаете Все равно Спирт И вот это Немаловажно Но Надо учитывать Что если вы хотите Какую-то пользу Применить Получить Вернее От растворенных Спирте Веществ То в этом случае Необходимо Спирт сам Удалить Спирт В данном случае Является Как растворитель И консервант Не надо пить Растворитель Не надо пить Консервант Поэтому Самый простой способ О котором мы уже говорили Если вы хотите Получить Из какого-то Изделия На спирту Что-либо полезное Удалите спирт Просто разогрейте До 80 градусов Это изделие Сразу спирт Испарится Останутся Те вещества Которые там Есть Полезные Вот это Единственный способ Оттуда что-то Полезное достать Все остальное Употребление Спиртом Так или иначе Уничтожает вас Не важно Еще раз говорю Из чего Этот спирт получен Формула Одинаковая Не важно Того Кого спиртуют В каком спирте Его спиртуют Полученного Из коровьего Козяка Или из винограда Он будет все равно Спиртовать Он будет как Выступать Как консервант Вот это давайте Учитывать Поэтому когда Это вещество Консервант И растворитель Попадают в вас Они также Вас Растворяют И также Консервируют В первую очередь Конечно растворяют А потом уже Консервируют И вот эти Мертвые Законсервированные клетки Они в вас Находятся И потом Вашему же Организму Приходится Из этих клеток Избавляться Вот это все Надо тоже Учитывать Поэтому Не кешьте себя Иллюзией Не читайте В этих сказах Когда Какой-то там Винодел Коньяк Дел Пивовар Или кто-то еще Рассказывает О благородстве Своего В кавычках Напитка Напитком Это являться Не может Потому что Это не питает Это изделие Напиток То что питает Сок Это напиток Какие-то отвары Это напитки Где есть полезные Питательные свойства Все остальное Это не напиток Это изделие Алкогольное изделие И алкоголь воздействует Вне зависимости От того Что вам там Напивает Человек Его Производящий Который вам Хочет впарить Это дело О каких-то там Традициях Средневековых Или каких-то еще Древних Когда там Пиво Надо проверять Насколько оно Хорошее Садясь на лавку Где оно было Разлито В кожаных штанах Или горит Оно не горит Чтобы там Зажигать его И налюбоваться этим Или какой Оно имеет аромат Или в какой форме Бокал надо наливать Не слушайте Эту бредятину Это всего лишь на всего Коммерческие уловки Спирт Имеет Одинаковую Формулу Еще раз говорю И он воздействует На ваш организм Одинаково Во всех Случаях И уничтожает Ваши клетки Одинаково Во всех Случаях Все остальные Разговоры Благородствия Это Обман А те люди Которые Подбирают Бокал Для того Чтобы налить Правильно Как им сказал Винодел Или какой-то еще Вино Вот такое-то Надо в такой бокал Вино вот такое-то В такой-то бокал Причем Названия и вина Одинаковые Только вот это Имеет там Литр такой-то А вот этот Литр такой-то И все Для этого Надо полукруговый Бокал Здесь более вытянутый А здесь как Другой какой-то Бокал Вот эти все Бредятины Не слушайте Пожалуйста Это все Бредятины Настроены на одно Чтобы легковерным Нашим братьям Внушить Что надо пить Пить побольше И пить правильно Вот и все Чтобы вы покупали Ту Дрянь Которая у них Производится Вот и все Поэтому спирт Это всего лишь Навсего Растворитель Который может Применяться В медицине Но в большой Медицинской Энциклопедии Вы упоминания о спирте Не найдете О медицинском Так называемом Нету применений Спирта внутри Нету Понимаете Вы в большом Медицинском Энциклопедии Откройте Там нет Применения Спирта Внутрь Хотя он и называется Медицинский Ну ладно Разошелся Так и сыплю Продолжай Пожалуйста Ну Благодарю Далее Я хотел сказать Поговорить Рассказать О Инородных Телах Которые бывают Попадают Детям То в нос То в глаз То в ухо То в рот То еще куда-нибудь Потому что Это тоже очень важная часть Мне кажется Нашего эфира Я сам в детстве Бывало Что-то проглатывал Что-то себе там В нос засол Мне в уши Кто-то заползал И вот Помню по себе Что нужно Об этом рассказать Итак Значит Что нужно Сделать Что нужно понимать Когда что-то попало В глаз Ну вот Первое Что нужно для этого Сделать Это Попросить Ребенка Полежать С закрытыми глазами В течение Четверти часа Вот Слезы Которые невольно Будут выделяться Из глаза Из-за раздражения Попавшего туда Инородного тела Они могут вынести Вот эту частичку Самостоятельно Из глаза Даже Без какого-либо Дополнительного воздействия Если же Все равно Боль осталась То есть Ощущение присутствия Там есть То Можно Оттянуть Верхние века А соринки Чаще всего Попадают Именно под верхние века Оттянуть Его Посмотреть Если же Увидели Там что-то Что К примеру Какая-то соринка Прицепилась Именно к телу века То можно попросить Ребенка Посмотреть вниз Не посмотреть А все время Смотреть вниз Тогда напряжение На верхние века Практически уйдет И можно будет При помощи Какой-то ватной палочки Вывернуть века То есть Мы берем Оттягиваем века Кладем посередине Этого века Ватную палочку И как бы Наматываем века На ватную палочку И тогда у нас Вот это вот Место Куда прилипла соринка Может быть прямо Перед То есть В зоне открытого доступа И другой ватной палочкой Чистой Мы эту соринку Оттуда можем удалить Вот Это если нам Что-то попало в глаз Что-нибудь Ты хочешь дополнить, Алексей? Ой, да я сейчас Не буду приводить Те способы Которые Бабушки Применяют в деревне Ну а почему Было интересно Было интересно Ну Во многих деревнях Встречались Я не знаю Сейчас встречается Или нет В современных деревнях Уже наверное Не так часто Бабушки Лизуньи Да Это когда Кому-то что-то Попадало в глаз Вели к этой бабушке Она говорила Куда смотреть Потом языком Туда в глаз Засовывала язык И доставала соринку Доверенная бабушка была Да И из разных деревень Если в своей деревне Не были Приходили к таким бабушкам И там она Спасала Ну на самом деле Боль бывает Очень неприятная Острая боль Даже порой Когда там на сенокосе Или на уборке Вот сейчас Уборочная страда Начинается В средней полосе На юге там уже Она в некоторых местах Прошла Вот А в средней полосе Начинается И когда Вот идет Косят Или жнут То в этом случае Часто соринки От пшеницы Или От ячменя Или там И что-то другое Попадают И там же Они с такими Заусенцами Загнутыми И очень трудно Вытащить Бывает все мелко И она давит Жмет Поцарапает И так далее И вот так Бабушке подводили Она говорила Куда посмотреть Что сделать И потом просто Языком доставала Ну естественно Прополоскав там рот Сделать что-то такое И прилипала соринка Такая Да И удавалось вытащить Здорово Благодарю Вот Узнал Не знаю как Применять Вот Конечно В современном мире Это странновато А что применять Глаз раскрываешь Язык подсовываешь Под век Так что раз на него Ворачиваешь Подсовываешь под век И там двигаешь Язык чувствительный Чувствует соринку И все И вытягивает Все Все очень просто Вот Далее Куда тут что может попадать Значит Может попасть Попасть в ухо А может попасть в нос Ну если что-то попало Ребенку в нос Естественным способом Попросить ребенка Высморкаться Вот И народное тело Должно выйти Если оно не вышло То тогда уже нужно Обращаться к специалисту Если что-то нам попало Не нам ребенку попало Что-то в ухо Вот Не хочется туда вылазить Чаще Часто это бывает Насекомые Причем Нужно постараться Залившего в ухо Насекомого Вытащить как можно Скорее Пока он Это насекомое Не успел Отложить там яиц Вот Каким образом Ну берем Несколько капель Растительного масла В ухо капаем Вот Если насекомое После этого Не вылазит То начинаем Промывать Спинцевать Теплой водой Вот И после этого Насекомое Оттуда обычно Вымывается Вот Что-нибудь Здесь Ты хочешь добавить Алексей Ой Да как-то нет Но Можно уточнить Что Если вдруг нет Спринцовки под рукой То можно взять Какой-нибудь Может быть Шприц Наверное Если Потому что Сразу все представляют Спринцовку Они у всех сейчас В доме это есть Поэтому можно Большим шприцом Тоже делать Но надо помнить Что Все-таки Сильный напор Он Чреват Осложнениями Можно Насекомое Не выбить Оттуда А можно Повредить Барабанную Перепомку Так что Вот это Очень осторожно Не такая сильная Струя Должна быть Но кто-то Еще употребляет Перекись В том случае Если есть Какие-то Залежи Серые Например Промывают Так Ну это Так Просто Что в голову Сейчас пришло Ну да Далее Можно поговорить О том Что нужно Делать Если посторонние Предметы Попадают В глотку Или в пищевод Самый распространенный Предмет Это Косточки от фруктов Монеты Пуговицы Булавки В принципе Если это все Благополучно Прошло В желудок То Детский организм Все это Выделит Сам из себя Но Если это В желудок Не попало То можно Ему помогать Вот Например Если К примеру Что-то Застряло В верхней части Вернее В нижней части Если что-то Застряло То Мы можем Потребить Большое количество Воды Попить Попробовать его Протолкнуть Туда ниже Если нет То тогда Корки хлеба Хлебные корки Ну или Что-то наподобие Такого Побольше их пьем Вернее не пьем А кушаем И потом Сверху снова Запиваем водой И вот Такой состав Должен протолкнуть Это уже содержимое В желудок Вот Если нет Если это Вернее Не произвело Эффекта То Мы можем Потребить Некоторое большое количество Допустим Там Ну небольшое Относительное количество Вареного картофеля Вареное картофель Обычно Поглощает Вся Он мягкий И может поглотить Вся предмет Который застрял В горле И таким образом Дальше его пропихнуть Если что-то застряло В верхней части Или там Что-то попало В бронхи То Здесь Проще всего Взять ребенка За ноги Перевернуть Его Вверх ногами Тут же Вот И Потрусив Его немножко Нанося Такие вот Легкие шлипки В область Бронхов Уже когда он Находится Вверх ногами Выбить это Оттуда Главное Не пересердствовать С шлипками Чтобы это Не было похоже На убивание Коврика Или же Если это Застряло в горле И не выходит То Можно дать Ребенку Сосать кусок Сахара Когда сахар Весь растает Его можно будет Со слюной Проглотить То есть Вырабатывается Большое количество Слюны И вот это Большое количество Слюны Может протолкнуть В желудок Застрявшую В горле Кость В общих чертах Как бы Самое главное Наверное Я рассказал Вообще С костями Что Шутить Не стоит И ребенку Надо За ребенком Всегда следить Что он В руках держит Иначе Может Быть Очень много Неприятностей Нельзя ребенка Без внимания Оставлять До определенного Возраста Вообще И Острые предметы Сейчас очень много Стекла Стеклянные Какие-то Кусочки Магнитики Которые в игрушках Присутствуют Или игрушки из магнитов Магнитные игрушки Это бич нашего Сегодняшнего времени Дети очень много Заглатывают Причем Заглатывают Не потому что Они хотят проглотить А потому что Им просто нравится Какой-то предмет Он в руках Он в руках крутил Потом захотел Близнуть Там в рот Положил В этот момент Кто-то ему что-то Сказал Или он Двинулся И вот туда Попадает И Если это острое То чревато Повреждениями Горла Повреждениями Пищевода И тогда Скорее всего Придется Все-таки Заниматься уже Извлечением При помощи врачей И Бывают случаи Когда Приходится Прибегать к операции А это очень серьезные травмы Потом Ребенок Бывает Очень долго Не может нормально говорить Есть Ну в общем Болеет долго Да и взрослый Тоже Часто бывает Вот недавно Случай был Когда человек Просто Купил что-то в магазине Какой-то полуфабрикат Стал Его Потреблять И почувствовал Резкую боль Сначала думал Что это какая-то кость Потом выяснилось Что это кусочек стекла Видимо там Когда изготавливали Полуфабрикат Кто-то Что-то там уронил Разбил Или Непонятно Что там делал Ночью Застрял Кусочек Он порезал И Пришлось уже Доставать В больнице Это взрослый человек Он потом После этого Не мог нормально Долгое время говорить Употреблять Нормальную пищу Так что Что Что-то про ребенка Говорить Имейте это в виду Ну да Кстати Алексей Я хотел рассказать Еще два таких Рецепта Интересных Я их сам Постоянно использую Но вот Забыл почему-то Не знаю Почему Да рассказывай Рассказывай Они относятся К опыту желудочно-кишечного тракта Значит Один из них Это для нормализации Работы желудочно-кишечного тракта И оба они могут быть интересны детям Первый Это мы берем мед Берем куркуму Перемешиваем 100 грамм меда Со 100 граммами куркумы И лепим такие шарики Ну как Конфеты Вот есть такие конфеты Шариками Да и вот Лепим шарики Из этой смеси Наподобие конфеты И ставим в холодильник Они там Принимают определенную форму И вот такие вот шарики Давать детям Для нормализации функций Желудочно-кишечного тракта По шарику Три раза в день Можно их называть конфетами И дети будут с удовольствием Еще и просить у вас Где мои конфеты Дайте мне конфеты Еще один очень хороший рецепт Для нормализации стула Вот это При запорных состояниях При каких-то там Даже иногда Паразитарных Инвазиях Когда у Детей там Круглые черви В кишечнике То можно давать следующее Значит это Достаточно таки Известный рецепт Но тем не менее Мы берем Чернослив Берем инжир Берем мед Оливковое масло И траву Сенну Сенна Вот Берем Вот из этого всего Значит 100 грамм Инжира 100 грамм Чернослива Измельчаем Перемалываем Добавляем В эту Перемолотую массу 100 грамм Оливкового масла Добавляем туда 100 грамм Меда Вот И добавляем туда 50 грамм Сенны 50-60 грамм Сенны Все это Естественно Сену тоже Мы измельчаем Чтобы она была Такими маленькими Маленькими кусочками Все это Мы перемешиваем Хорошенько До образования Однородной массы Вот И можно Либо сразу Налепить Шариков Там конфет Либо Все это В тарелочке Поставить Опять же В холодильник Чтобы это Немножко Пристыли И по Чайной ложечке Ребенку Давать Перед сном Это будет Облегчать Утренний стул Это будет Способствовать В борьбе С паразитами В кишечнике Потому что Это будет Способствовать Улучшению работы Желудочно-кишечного Тракта Вот Поэтому Такой вот Хороший рецепт Я рекомендую Его Если вот У ребеночка Проблемы С утренним Упражнением Кишечника Да Или вообще Проблемы При запорах Прекрасно Работает Единственное Что Вследствие Того Что Там Находится Сено Употреблять Его Более Месяца Подряд Нежелательно Потому что Может возникнуть Привыкание Организма К тому Чтобы Дификация Происходила Именно Припомни Стимулировалась Сенной Ну В смысле В туалет Чтобы ребенок Ходил Из-за того Что сено Попало Собственно Говоря Вот такие Два рецепта Достаточно Хорошие А что касается Еще Очень важной Темы Мы не затронули Энурез Ну да Как-то обошлись Пока без него Давай Вернемся Обошлись Пока без Энуреза В нашем эфире И думаю Что зря Потому что Это бич На самом деле Современных Родителей Наверное Не детей Ребенок Все-таки В меньшей степени Не знаешь То что мы Без Энуреза В эфире Обошлись Это хорошо И то что Бич Ты говоришь Родители Ты правильно Попал Потому что Ребенок Ну Описался Описался Ну Всякое бывает А родители Потом Переживают Начинают Белье Стирать Начинают Отчитывать Ребенка И потом Уже Проблема У ребенка Появляется И психологические И многие другие Ну Я сказал Бич С точки С точки С точки Зрения Его Психоэмоционального Состояния Энуреза Ребенка В большей степени Если Это девочка Связан с отцом Если Это мальчик То он связан С матерью То есть Если В семье Отец Доминантный Если Ребенок Боится Отца То Вот Именно Не просто Уважает Его Или знает Что папа Строгий А именно Боится Если Ребенок Боится Отца То В подавляющем Большинстве Случаев У него Будет НРС Или Я скажу Иначе Перефразирую Что У всех Девочек У которых Есть НРС Они все Патологически Боятся Своих Отцов Возможно Они об этом Не говорят Потому что Не принято Говорить Что Я Сильно Боюсь Папу Или Не принято Говорить Выносить Как говорится Сор Из збы Что Папа Бьет Маму А дочь Это Все Видит И Потом Мама Ходит И не Понимает Почему У дочери НРС Вот Что В таких Случаях Делать Ну Прежде Всего Восстанавливать Опять же Психоэмоцион Климат В семье Как Говорится Чтобы Были Нормальные Правильные Ладные Отношения Между Супругами Ну А Применительно К ребенку Чем Можно Поправить Здоровье Вот Значит Я буду Говорить Из своей Практики Как Я Пытаюсь С этим Справляться И Где-то В половине Случаев Успешно Почему В половине Потому Что Все равно Если Сцены Какого Либо Насилия Если Сцены С Криками И так Далее Продолжается То Что Ты С ребенком Не делал Он Будет Писеться И Бывают Такие Случаи Когда 12 Лет Ребенку Когда Ребенку 13 Лет А он Все Писывается И Писывается Так Практически Со Своего Самого Рождения И Сами Понимаете Насколько Конечно Этот Ребенок Уже Психоэмоционально Подавлен Что Он Наверное Во многих Случах Смирился С тем Что Вот Он Писывается И Родители Уже Отчасти На нем Какие-то Кресты Понаставили Но Тем Не Менее Так Вот Как Можно Помочь Ну В Народной Медицине Используется Такой Рецепт Это Значит Он Наиболее Простой Эффективный Деятельный Своей Практики Проверял Мы Берем Значит Столовую Ложку Семени Укропа И Заливаем Ее Стаканом Кипятка И Тут Ж Как Только Мы Ее Залили Мы Хорошенько Хорошенько Укутываем Вот Эту Емкость Где Находится На Три Часа Три Часа В Теплой Упаковке Потом Достаем И Ребенок Должен Это Залпом Выпить Ну Если Он Допустим Уже Где-то Возраста После Четырех Лет Но Если После Четырех Лет А Масса Небольшая Возможно Целесообразно Там Полстакана Опять же Если Ребенок Начинает Весить Уже Где-то Килограмм Сорок Тире Пятьдесят Уже В принципе Можно Смело Стакан Если Меньше Там Желательно Начинать От Стакана И Ниже Вот И Таким Образом Употребляя Ежедневно Подобную Штуку Можно Справиться С Недержанием Вот Далее То Что Сейчас Расскажу Конечно Может Вызвать Мас Протестов И Всего Такого Но Поскольку Ночной НРС У детей Всегда Связан С Головным Мозгом Связан С Психосоматическими Явлениями То При этом Хорошо Помогает Гипоксия То есть Перезагрузка Мы Делаем Перезагрузку Ребенку У него Изменяется Качественно Изменяется Состояние Сред Головного Мозга Кровоснабжения Потенциалы Зарядов Головного Мозга Улучшаются И Через Какое-то Время К детям Возвращается Чувствительность Они Начинают Понимать Что Они Сейчас Хотят В туалет При этом Можно Делать Какие-то Психологические Закладки Значит Когда Ребенку Сделали Гипоксии На выходе Из гипоксии Смотрим Вот Тот Момент Когда У ребенка Начал Подрагиваться Глаз На выходе Из гипоксии То есть Своеобразная Фаза Быстрого Сна Когда Начинается На выходе Можно Начинать Делать Ему Какие-то Внушения Ну Какие Допустим Мы Говорим Ребенку Что С Сегодняшнего Дня Ты С Каждым Днем Будешь Становиться Все Более Здоровым Что С Сегодняшнего Дня Ты Будешь Самостоятельно Просыпаться Вернее Что С Сегодняшнего Дня Ты Чувствуешь Когда Ты Хочешь В туалет Что С Сегодняшнего Дня Ты Сам Просыпаешься И Идешь В туалет Но Вот Какие-то Такие Положительные Настрои Которые Будут Он Приобретет Полезный Навык Самостоятельного Хождения В туалет Вот Это Один Момент И Второй Момент Конечно Здесь Важно Уделять Внимание Низу Живота Обычно У таких Детей Всегда Напряженный Мочевой Пузырь Практически Всегда Есть Какая-то Ситуация По Почкам И Параллельно Нужно Еще Работать С Этим Не Только Одна Гипоксия Не Только Семя Укропа А еще И Разминание Низа Живота Разминание Мочевого Пузыря Области Почек Ну И Прежде Всего Это Конечно Создание Такой Благоприятной Психоэмоционального Состояния В семье Причем Не Всегда Так Бывает Что На Ребенка Или Ор Крики В семье Бывает Так Что В моей Практике Было Когда Мама Просто Очень Сильно Ревновала Папу И Возможно Даже У нее Были Какие-то Реальные Основания Для Ревности Дочь Это Понимала И У нее Развился Такой Нерос Может Быть Слава Богу Здесь Что Возник Нерос А не Какое-то Другое Другое Заболевание При помощи Которого Дочка Вот так Вот Из-под Воль Подсознательно Хотела Удержать Папу Семьи Потому Что Ну Все-таки Оставить Женщину С больным Ребенком Морально Гораздо Сложнее Нежели Просто Выйти От Опостылившей Жены Как говорят Поэтому Ну Вот Алексей Наверное То Что Я сказал Да Ты Когда Про Депассию Говорил Так Это Сразу Вспоминается Матрица Перезагрузка С Этого Момента Ты Не будешь Больше Писаться И Все Раз Перезагрузили Организм И Ребенок Перестал Писаться Хорошо Что Хороший Мне Мне кажется Вариант Ну Причем У меня Были Случаи Когда И С Двухлетними Двухлетней Девочке Приходилось Делать Гипотексию И Причем У этой Двухлетней Девочки Ей Помогло С первого Сеанса А Была Девочка Которая Была Двенадцать Лет Так Положительные Последствия Наступили Только Где-то Примерно Через Месяц То есть У всех По-разному Это Ее Месяц Душил Душил И Придушивал Нет Не Месяц Душил Я Ее Там Может быть Раза Два В течение Месяца Этого Провел Гипоксию Вот Она И Вот Потом Наступили Такие Последствия Ну Еще Конечно Работа С почками С мочевым Пузырем Там Все Было В комплексе Но Почему Говорю Об Эффекте Именно Гипоксии Потому Что Наступил Момент Когда Она В течение Допустим Тех же 12 лет Этого Не Происходило Вот И Поскольку Этот момент Я связываю С головным Мозгом Когда Человек Чувствует Позыв В туалет То Соответственно И гипоксия Тоже Влияет На головной Мозг Здесь Я Соотношу Влияние Гипоксии И процессы Происходящие В организме Хорошо Ну Что ж Если Ты Все Озвучил Что Планировал То Мы Можем Переходить К вопросам Которые поступили В чате Народного Славянского Радио Да Конечно С радостью Но Перед этим Давайте Мы Поставим Музыкальную Паузу Чтобы Сделать Такую Отбивочку Между Частями А поскольку У нас Сегодня Второе Августа То Все В России Празднуют День Воздушно-десантных Войск То есть Войск Дяди Васи И По этому Поводу Я Приношу Всем Свои Поздравления Поздравляю всех Желаю Всем Добра Радости Здравомыслия И Крепкого Здоровья И Ставлю Песню Которая Уже Стала Таким Негласным Гимном ВДВ За ВДВ Вы Слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напоминаю Что по одному Из современных Календарей 2 августа 2016 года Вторник Поздравляю Всех Кто отмечает Праздник ВДВ День Воздушно-десантных Войск По одному Из старинных 32 день Получения Даров Природы 7524 Лета Седмица Мы Говорим О детском Здоровье Главный Автор Соведущий Захар Белинский Арират И И вот Теперь мы Можем Смело После этого Переходить К вопросам Которые К нам Поступали Из чата Народного Славянского Радио Миколаевич Задал вопрос В самом Начале Передачи Как лечить Заболевания Головные Как лечить То о чем Называется Думает Как лечить Заболевания Половые В той передаче Не услышал Этого вопроса И ответа Соответственно И про снятие Установки При Невозможности Гипоксии Как Как лечить Препарки Можно Использовать А вообще С половыми Заболеваниями Скажем так Я не работаю Почему еще Потому что Любое из этих Заболеваний Ну как ЗПП Это я не говорю Что Например Урогенитальные Инфекции Какие-то Почные Все остальное Об этом Мы говорили А именно Заболевание Передающееся Половым путем Это Своего рода Такая кара Для человека За Его Образ жизни И тут Без осознания Честно говоря Делать нечего А просто Помогать человеку Избежать его кары Которая на него воздвигнута У меня желания нет Поэтому Особо я про эти Вещи и не рассказываю И не практикую То есть Сам Начухался Сам Давай и вылезай Да А как Поймет Что Где он там Что Накосячил Собственно говоря В голове Со своим образом Жизни разгульным И так далее Так и Выздоровление Тут же и придет Вот Далее он задает вопрос В той передаче Не услышал этого вопроса И про снятие установки При невозможности Гипоксии Как А никак Никак Ну то есть Имеется ввиду Наверное Гипнотическая установка Насколько я понимаю Да Когда был произведен Какой-то гипноз И в этом случае Надо бы от него избавиться А вот избавиться Не получается И что Ты вообще Никакого варианта Не предлагаешь Не ну как В любом случае Это либо Другой гипноз Вот Либо Обнуление Скажем так Что в виде гипоксии По-другому Нет То есть Либо это психотерапия Какая-то длительная Может снять Моменты Вот такого Гипнотического воздействия То есть Психоанализ Психотерапия Когда Сбирается Копается Понимает Что В его психе Собственное Что наносное Вот таким образом Вот А Ну Психотерапия Она к народной медицине Не относится Не знаю К счастью Или на беду Но Тем не менее И вот Кроме гипоксии Мне Допустим В моем аспекте Неизвестны способы Ясно Но мне кажется Здесь Человеку Всегда Помогает Осознанное Самопрограммирование Вот когда Человек Понимает Опять же Возвращаясь Уже неоднократно Кто он Зачем он В этой жизни Что ему нужно Сделать То у него Тогда включается Царь в голове Когда включается Царь в голове То все остальные Приблуды Которые к нему В голову Забрели Каким-то образом Они Сами собой Отваливаются Осознанное Самопрограммирование Когда человек Понимает Что он Необходимо делать Для чего Необходимо делать И как делать И в этом случае Происходит Реформация Его программы Перестроение Его программы Программы Действия Осознанность Появляется В жизни Это самое Лучшее средство Других вариантов Вот в данном случае Я предложить не могу Это более правильно Это более надежно Чем плох Любой На мой взгляд Любой гипноз Он плох тем Что его делаете Не вы Его делает Кто-то со стороны Находясь В гипнотическом сне Вы не можете Контролировать То что с вами Кто-то делает И не факт Что он сделает Что-то полезное вам Даже если он Очень хочет Полезное сделать А если это Просто какой-то Человек Который занимается Отрабатыванием денег Он может В вас заложить Любую абсолютно Программу Вы не будете Понимать Что вы делаете В этой жизни Зачем вам Это надо Любая болезнь Включая шизофрению Паранойю И так далее Вылечивается Только одним Вылечивается Осознанным Самопрограммированием То есть Пониманием себя В жизни Осознанной Жизнью Здравомыслием Потому что И паранойя И другие Все какие-то вещи Они связаны С тем Что якобы Появляется Вторая сущность Какая-то Появляется Какой-то голос Появляется Какая-то присадка И так далее Когда вы Становитесь Хозяином Вы паразитов В своем организме В своем сознании Не терпите И кто сильнее Тот и властвует Вот и все Все очень и очень просто Просто задумайтесь Об этом Станьте хозяином Своей жизни Станьте хозяином Того тела Которое для этой жизни Вам дано Тело Это не вы Тело Это скафандр ваш Предназначенный Для того Чтобы вы жили На этой земле Разумный скафандр В котором есть Биокомпьютер Который управляет Этим биороботом Но это не вы Вы намного важнее Вы намного сильнее И поэтому Проявляйте себя Как хозяин Занимайтесь Осознанным Самопрограммированием Поймите кто вы И все Станьте на свои места Следующий вопрос Эфир от Олега Из Иркутска Хочешь дополнить Пожалуйста Можно вернуться К предыдущему Но то что ты рассказал Это нужно просто Фактически Азом стать Да Вот просто Ты говоришь Ну ребята Станьте все Азами И тогда все будет нормально Это же тоже Не так просто Понятно Что можно Просветлеть В один миг Но Не каждому Вот так Дано А вот для них С ними Что делать тогда Мы сейчас говорим Про тех Кто нас слушает А слушают нас Те люди Которые задумываются О том Что происходит В их жизни Вот давай С это начинать Это все-таки Не радио Где крутятся Какие-то блатные песни Это не радио Где постоянно Всех смешат Это не радио Где постоянно Всех развлекают Это радио Где рассматриваются Порой Очень и очень Важные темы Да с элементами Может быть Какой-то развлекухи Чтобы было не так Скучно это слушать Да может быть С элементами Какого-то увлечения Но Это не цель радио Наша цель Давать людям Некие незнания В первую очередь Давать людям Некие основы Для того Чтобы эти знания Получать И начинать их Применять в жизни И поэтому Те люди Которые слушают радио Они уже Некий ценз Некий такой Фейс-контроль Прошли Тем что они Его слушают Это люди У которых уже Есть желание Пробудить царя в голове Вот им как раз И был Мой посыл Занимайтесь Осознанным Самопрограммированием Вы на верном пути Все остальное Это инструментарий Это гипоксия Может быть Это может быть Автотренинг Это может быть Какой-то знакомый Кто-то вам Психолог Который поможет Психотерапевт В конце концов Но в любом случае Хозяин жизни Вы И вы В конечном итоге Будете отвечать За все Что с вами Кто-то делал Или за то Что вы с собой Не делали Вот это надо понимать Иной задачи нет Как становиться Азом На этой земле Все Поэтому Никто легкой жизни Он здесь не обещал Так что Расслабьтесь Получайте удовольствие И занимайтесь Своей жизнью Конкретно Своей жизнью Читаем следующий вопрос Да Значит Вопрос В эфир От Олега Здравия Рерат В чем различие Работы Меридианов Нутренних органов Детей От взрослого человека Есть ли Особенности Часовые сдвиги Например Во функциях Печени Селезенки И так далее Благодарю Олег из Иркутска Значит При Часовых сдвигах Там происходит Изменение Режима Сна Бодрости Сна Вследствие этого Влияет на Обменные процессы Происходят изменения В скорости Обменных процессов Происходят Различные Гормональные сдвиги Что влияет на Работу самого Организма Потому что Если Человек не поспал Ночью Допустим Поспал днем У него происходит Уже Сбой Организм не восстановился Здесь он Немножко Подыстощился И так далее И вот Из-за этого Идет дополнительная Нагрузка На внутренние органы Из-за Перебоев работы Управляющих Потому что Гормональная система Управляет работой Нашего организма Органами И так далее Совместно Конечно С центральной Нервной системой И если Происходит Из-за Смены Часовых Поясов Нарушения Режима Сна И бодрствования То Мы получаем Такие вот Дисфункции Различных органов То есть Нагрузка В большей степени Может приходиться На печень Нагрузка Может в большей степени Приходиться На поджелудочную Железу На кишечник Еще на что-то И когда Эти органы Перегружаются Или наоборот Меньше стимулируются Чем должно Будет Тогда начинается Проблема На мой взгляд Только из-за этого А в чем Различие Работы Меридиана Внутренних органов Детей От взрослого Человека Ну На самом деле Я не Архизнаток Традиционной Китайской Медицины Исходя из тех Знаний Которыми я Обладаю Я считаю Что никакой Существенной Разницы В принципе Между работой Меридианов У взрослого Человека У ребенка Нет И В своей практике Я использую Конечно Знания Меридианах И использую Методы Китайской Медицины Но И в большей степени Для нас Для русов Их Не особо Приемлемы Потому что Все равно Это Аримы Это их тело Это их Энергетическая Структура Это их Меридианы Я считаю Что Наш русский Человек Устроен В энергетическом Плаве Несколько иначе И В жестком Конкретно Догматном Стиле Применять Это все На русских Что вот У нас Точно так же И никак иначе Я все таки Считаю Что Не совсем Это так И поэтому В своей работе Использую точки Но основные точки Они действительно Работают Есть Но А в целом Не изучаю Планирую в будущем Поехать Специально Пожить в Китае Выучиться Этому сполна Но на данный момент Еще таких глобальных Знаний Которые Как в народной медицине Взял ответил На любой вопрос По ТКМ У меня сейчас нет Но Из тех знаний Которые уже получены Я не вижу Никакой разницы Здесь Реплики появились На мои слова Данил Мы не избранные Мы ищущие себя Именно Я не Исключаю Что каждый Пришедший сюда Ищущий себя Это первое А почему не избранные Они избранные Кем Если вы в этой жизни Оказались Вы уже Значит избранные Вопрос для чего И как Вы будете здесь сделать Это другой Совершенный вопрос Иварк написал Алексей Расслабьтесь И получите удовольствие Это уже из другой оперы Ну почему же Из другой оперы У нас сейчас Очень много людей Которые напряженно Проводят все Время своей жизни Просто до такой степени Напряженно Что просто Перегорают И Они тем самым Нарушают Обыкновенные Физиологические процессы Которые вызывают Множество проблем О которых мы Очень часто говорим То есть о болезни Поэтому в жизни Надо быть всегда Расслабленным Всегда Не надо отдыхать Надо просто Не напрягаться Вот А получать удовольствие Так если мы будем Разбирать Что такое слово Уд Да и что такое Воля Уду То это конечно Одно дело Если мы будем Применять это слово Рассматривать в том Привычном контексте Современного человека То именно как раз Это слово Подходит Поскольку Надо получать От жизни Именно удовольствие Именно Не напрягаясь То есть Жить в конве Божественной Если вы находитесь В божественном промысле То в этом случае Никакого напряжения У вас не может быть Вы находитесь в нем Не надо тогда Будет напрягаться Это первое И жизнь станет Такой штукой Очень интересной Когда вы будете Получать наслаждение Удовольствие Радость И много другого Позитивного И хорошего Это я говорю сейчас В современном Еще раз повторяю Смысли этих слов А не в старинном Потому что Я говорю сейчас Многим людям Которые нас будут слушать Для которых Очень эти слова Взаимосвязаны между собой И они не делают Между ними разницы Вот Конечно же Можно применить Более правильные слова Для избранных Ищущих себя То есть Как написал Данил Но Поскольку нас слушают Многие другие Я скажу Что удовольствие Все-таки Это не то слово Которое Многие Воспринимают сейчас Вот А слово Радость Слово Красота И так далее Они здесь употребимы Поэтому Расслабьтесь Радуйтесь Получайте удовольствие В современном Представлении Слова И жизнь тогда Будет правильна Но в том случае Если Вы находитесь В русле Божественного проявления В русле Божественной программы Того Что нужно делать Вам в этой жизни А напрягаться Бесполезно Жизнь все равно Переломит Как бы вы ни напрягались Жизнь вас породила Она сильнее вас Дальше Следующий вопрос От Олега Зыркутского Арират Поведа И как сказывается Наличие сколиоза У детей Его влияние И подобных болячек Осанки на внутренние органы И на душевное состояние Характер ребенка Благодарю Олег из Иркутска Благодарю за вопросы Олег Значит С моей точки зрения Если сколиоз Не был вызван Какой-либо травмой Если сколиоз Не был вызван К примеру Там родовыми процессами То есть В процессе рода Кушеры Там как-то Вытянули ребенка Что-то повредили ему Или же в процессе Своей жизни Он получил Какую-либо травму То есть Если таких моментов Не было А происходило Естественное развитие Ребенка И в ходе этого Естественного развития Вы обратили внимание Что у него Имеется сколиоз То в данном случае Это вторичная ситуация И прежде всего Есть проблема По внутренним органам Не то что проблема Скажем так Опять слово Это дисфункция Позвоночник Это самоподстраивающая Система Которая одержит Весь наш организм Вертикальном положении Все наше тело И она Имеет на себе Крепление всех органов Если внутренний орган Изменяет свой тонус Перенапрягается Если внутренний орган Изменяет свое положение Вследствие отягощения Спазма Еще чего-то Не важно Вследствие какой причины В общем Сместился То соответственно Изменяется и нагрузка На позвоночник Когда нагрузка На позвоночник Изменяется То позвоночник Подстраивается Под эту нагрузку И часто так бывает, что он изгибается в сколиозные проявления вследствие изменения положения внутренних органов. Также можно здесь добавить, немножко расширить ответ, что позвоночник всегда имеет свои опоры на кости таза. Если имеется изменение положения костей таза, то всегда имеется изменение положения позвоночника. А в свою очередь, с точки зрения знания о животе наших, изменение костей таза происходит всегда вследствие смещения внутренних органов. В частности, большое влияние на изменение костей таза оказывает изменение положения почки. Так вот, если почка смещается, выходит из своего ложа, то какая-либо из костей таза немножко приподнимается, стараясь эту почку вернуть хотя бы в положение, равное с другой почкой. То есть, приподнять, чтобы давление, динамика мочи одинаковая, чтобы равномерно распределялась нагрузка. Потому что почки сообщающиеся сосуды. Если одна почка будет значительно ниже другой, то, соответственно, будет испытывать большую наполняемость, большую нагрузку на себя, а другая меньше. И чтобы этого не было, организм у нас очень умный, и он кости таза изменяет положение, перенапрягает, поднимает. И вследствие этого уже изменяется положение позвоночника, изменяется положение плечи, шеи и зачастую же изменяется положение головы. То есть, голова приобретает какой-либо наклон. Вследствие этого визуально изменяется длина ног, осанка и так далее. И, конечно, всё это влияет на состояние, здоровье этого ребёнка. Потому что так бывает, что со временем, даже если почка станет на место, и при этом не откорректировать положение позвоночника и костей таза, при помощи мануальной терапии, других способов, то здоровье, опять же, не поправится, и почка через какое-то время может снова сместиться. Поэтому очень важно здесь синхронно воздействовать. Не то, что синхронно, а параллельно. Когда мы работаем с животом, и параллельно с этим мы корректируем положение опорно-двигательного аппарата. С моего контекста, в моём мировоззрении, я бы всё-таки больше аспект вначале сделал на коррекции положения внутренних органов. Снял с них напряжение первично, поставил их на место, и потом бы уже откорректировал положение позвоночника, таза, плечи, головы, шеи и так далее. И в таком случае это могло иметь уже какие-то последствия, что это не вернётся. Если же корректировать что-либо одно, то есть либо внутренние органы, не обращая внимания на опорно-двигательный аппарат, или опорно-двигательный аппарат, как у нас сейчас зачастую бывает, приходят родители и говорят, вот у нас ребёнок вот такой, мы его постоянно к мануальчикам вводим, ничего ему не помогает, постоянно у него то, постоянно у него это, и взрослые так говорят. Это всё исходит от однобокого подхода, когда правят что-либо одно. Поэтому здесь нужно параллельно заниматься. Как это влияет на характер ребёнка? Ну, на характер ребёнка влияет с точки зрения психосоматики. То есть, если есть проблема в каком-либо из органов, то тут же она проявляется и в характере ребёнка. К примеру, если вследствие изменения опорно-двигательного аппарата у него впалая грудная клетка, то это может говорить о ситуации с лёгкими, то есть это обидчивость у ребёнка, это какая-то такая злопамятность, это, можно сказать, неврастение ребёнка, то есть вот может проявляться чаще вот таких детей. Если это связано с почками, то это страхи, тревожность, это такой вот угливый ребёнок. То есть, если эта проблема с печенью каким-то образом возникает, то это ребёнок злой, часто может быть агрессивный, такой язвительный, вспыльчивый. Если есть отягощение кишечника, и вот вследствие отягощения кишечника, его опущение происходит дополнительное воздействие на позвоночник, то здесь ребёнок может приобретать такие качества, как нерешительность, вот как там говорят, вот ты тюхтя. Меня в своё время отец тоже там тюхтя-тюхтя называл, так что это слово из моего детства. Ну и так далее. Плюс, конечно, к примеру, если у ребёнка сформировалась сильная дисфункция, то у него развивается и неуверенность в себе, да, из-за того, что, возможно, из-за нарушения в опорно-двигательном аппарате он не может играть и резвиться наравне с остальными, с другими детьми. Он не может так же, как они, допустим, выполнять какие-то упражнения, так же быстро бегать, играть в футбол, ещё что-либо. Ну вот, наверное, так. Да, всё верно. Мне кажется, ты правильно сказал, потому что любой орган, он влияет как раз на проявление человека в этой жизни. Какие-то появляются особенности не очень хорошие, если есть какая-то неприятность с органом. А в свою очередь орган любой зависит от того, что у него делается у человека, что делается с позвоночником, что происходит с позвоночником. Искривления какие-то, зажатия и так далее. Потому что позвоночник – это основа всего. Через него происходит связь со всеми органами. Так что здесь прямая закономерность, одно влияет на другое. Но и в то же время повреждение какого-то органа бывает извне, оно тоже может повлиять в обратную сторону и на позвоночник, и на осанку, и на всё остальное. И тут завязывается такой клубок. Так что в очередной раз с тобой согласен, что невозможно относиться избирательно к лечению какого-либо органа. Невозможно, вернее, избирательно лечить какой-то орган. Это неправильно. Надо лечить, подходить исцеляющие ко всему организму в целом. Потому что всё в этом организме взаимосвязано. Болит в голове, болит где-то в другом месте. Болит в другом месте, отражается всё в голове. Так что к этому будьте готовы. Всегда понимайте это. И не доверяйтесь врачам, которые лечат какую-то часть вашего организма. Доверяйтесь только тем, которые понимают все взаимосвязи. Вот это по-настоящему врач или царитель. Все остальные, ну всего лишь навсего, наверное, какие-то профессионалы в какой-то своей узкой направленности. Итак, дальше давай будем разбирать. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. Арират, как влияет на здоровье детей их проживание в прокуренных помещениях, комнатах, квартирах, если родители курят влияние табачного дыма, вдыхаемого через нос? Твоё мнение. Благодарю. Ну, благодарю за вопрос, за очередной Олег. Я думаю, что не только через нос, и даже если через рот его вдыхает, то эффект будет тот же самый. Ну, прежде всего, конечно, страдает и лёгкие, и гормональная система, и вегетативная система здесь. Потому что пассивный курильщик, он получает порядка 70% дыма, при том, как активный курильщик, получает всего лишь 30% его. Это установлено, доказано, подтверждено. И вот вы представьте, что курит родитель, рядом с ним находится ребёнок. То ребёнок получает в более чем 2 раза большую дозу, чем курящий родитель. Соответственно, табачный дым, попадая в организм вдыхаемый, он осаждается на лёгких, тем самым ухудшая уже работу лёгких, ухудшая насыщение кислорода кислородом организма. Поскольку такое происходит, исходя из вашего вопроса, можно предположить, что постоянно, соответственно, собственный никотин, собственная никотиновая кислота в организме прекращает, там полностью вырабатывается или частично, и может наступить проблема в психоэмоциональном состоянии, из-за того, что никотиновая кислота является катализатором химических реакций, которые происходят в позвоночном столбе. И отсюда может развиться нервозность, непослушность и так далее. В общем, как говорится, неплохой ребёнок его называют. Плюс влияние на гормональную систему в целом может оказываться и на головной мозг, и на состояние сосудов и так далее. То есть это можно одним словом сказать, что это просто убийство ребёнка. Если он живёт в паркуренном помещении, это сознательное уничтожение. Вообще, с точки зрения, допустим, психиатрии, ну понятно, что это так, не по теме нашей программы, но тем не менее, с точки зрения психиатрии, курящий человек – это шизофреник. Почему? Потому что психиатрии считают, что если человек сознательно допускает какие-то вещи, которые могут привести его к смерти, у него есть, соответственно, уже мания самоубийства, а это одна из разновидностей шизофреник дней. Поэтому как может себя чувствовать ребёнок, когда живёт в окружении шизофреника или шизофреников? Сейчас на тебя многие обидятся, но на самом деле есть такая тема о том, что человек, сознательно себя уничтожающий, сознательно говорящий, да, я это всё понимаю, я ничего не могу с этим сделать, это уже болезнь, с которой, наверное, надо обращаться к психиатру, уже есть не психолог, а психиатр. Потому что, ну как себя можно сознательно уничтожать? Причём говорить об этом, да, я знаю, но при этом ещё обсуждать, чем себя лучше уничтожать, говорить, что это мне нравится, подходить к какому-то ларьку или магазину и выбирать там средства самоубийства, то, которое, на его взгляд, менее будет влиять на него, это уже серьёзное психическое заболевание, очень серьёзное психическое заболевание. Ещё надо рассмотреть следующее. Вот ты сказал, что могут перестать вырабатываться какие-то вещества, в частности, никотин и кислота, и, наверное, некоторым будет непонятно, а почему она должна перестать вырабатываться? Вот ты об этом скажи. Ну, потому что так устроена железа, ну и вообще так устроены железы внутренней секретности организма, что если то, что они вырабатывают усиленно, поступает извне, то наш умный организм прекращает собственное их производство, собственную выработку. Вот и всё. Да, это то же самое примерно, как если человеческий организм упаковать плотно в гипс, вот весь организм, и продержать его какое-то время, скажем так, месяца 3-4, то после того, как будет снят этот гипс, человек будет больше похож на скелет. Вот те мышцы, которые до этого были функциональны, в хорошем состоянии, они, в общем-то, куда-то испарятся. Организм просто их уберёт, потому что необходимость с них пропала. Такой же синдром наблюдается у космонавтов, если они не занимаются какими-то силовыми упражнениями на борту космической станции. То есть мышцы просто-напросто рассасываются. Та же самая проблема происходит и с человеческим мозгом. Если человек не использует свой мозг по назначению, то в этом случае мозг также перестаёт нормально функционировать. Всё в этой жизни связано с простым элементарным таким принципом. Всё в организме ненужное убирается на пользу того, что нужно. Мышца не нужна – убирается. Мозг не нужен – убирается. То же самое и касается желёз. Если к вам поступает какое-то вещество извне в большом количестве, может быть, даже в избытке, то в этом случае необходимо другой железе подключаться для того, чтобы вырабатывать вещества, разлагающие, например, ту же самую никотиновую кислоту. И в этом случае тогда эта железа, вырабатывающая никотин, перестанет действовать, она атрофируется. Вполне возможно, уже фатально будет атрофирована, уже не будет подлежать восстановлению. А другая начнёт, наоборот, со сбытком работать. И в этом случае это можно считать проявлением какого-то такого, наверное, инвалидности, когда какая-то уже железа не работает в организме. Вот, это первое. А второе, то, что здесь у нас не было названо, это ещё не всеми обозначенное, не всеми понимаемое явление. Если мы говорим о том, что наркотикозависимые люди – это больные люди, то в этом случае необходимо понимать, что жизнь с больными людьми, она чревата своими какими-то осложнениями. Но любой больной человек, он очень часто одержим. То есть не просто это какая-то проблемка такая, это уже одержимость. И вот тут можно говорить о каких-то подсадках, о каких-то сущностях, которые начинает человеком завладевать и так далее. То есть убирается хозяин из головы, убирается царь в голове, и им начинают руководить паразитарные или полупаразитарные, в любом случае чужеродные сущности. И в этом случае человек перестает быть человеком. Это становится человекообразным существо, управляемое кем-то извне. И сами понимаете, опять же, чем это грозит ребенку, который находится среди таких человекообразных существ, которые не подчинены своему высшему я, не подчинены себе, у которых царь в голове отсутствует. То есть любой наркотик, вот он чреват многими неприятными последствиями, как физическими, так и психическими. Дальше, следующий вопрос от Олега из Иркутска. Какие основные причины желудочно-кишечных кровотечений у новорожденных тебе знакомы? А в частности, какая причинность способствует появлению геморрологической болезни у новорожденного, самопроизвольному кровотечению со стороны ЖКТ? Медики связывают это с отсутствием протромбина и витамина К. Ты что скажешь про эту версию? И есть ли своя? Благодарю, Олег из Иркутска. Благодарю, Олег, за очередной вопрос. Что я могу сказать? Прежде всего, не знаю, к счастью или не к счастью, но мне не доводилось работать с новорожденными. Обычно, ну и так, пациентам я говорю, что работаю с детьми от полугода. Вот. Если интересует моя версия, что я могу по-теоретизировать на эту тему, то могу сказать следующее. Любая проблема новорожденного, она берет свои корни в перинатальный период. То есть тогда, когда формируется тело плода в трубе матери. И здесь нужно разобраться, в какой период формируется тело желудка. Разобраться, какие ситуации возникали в жизни матери в этот период. Что за события были. То есть, опять же, здесь я говорю о том, что именно какие-то события, то есть состояние организма матери, определенное состояние организма матери в период формирования развития у ребенка вот этого состояния. То есть формирование желудка, развитие его. И можно, в принципе, определить наверняка, как давно развилась вот такая вот кровоточивость. То есть чем она вызвана. Там, разивным состоянием в самом желудке. Там, или двенадцатиперстной кишки. Отсюда сделать заключение. Может быть, мама в этот период, допустим, там много употребляла каких-то лекарств, которые через кровь передавались ребенку, раздражая его слизистую, попадая ему в желудок, там через кровь и разъедая ее, допустим. Может быть, это, там, к примеру, из-за повышенного количества гормонов в организме матери, из-за либо переживаемых стрессов, либо из-за переживания каких-то других сильных эмоций. Вот. Произошло неправильное развитие, допустим, ткани желудка. Вот. Это, что касается протромбина и витамина К, витамина К, то здесь я в данном случае вообще тебе ничего не подскажу. Вот. Потому что тут можно, с моей точки зрения, только фантазировать, так это или не так. В принципе, медики занимаются тем же самым, но при этом они прикрываются еще какими-то своими научными степенями и так далее. Но я знаю точно, что истинная причина, почему это происходит. Это связано с матерью и с ее состоянием в период, когда происходило развитие формирования организма ребенка. Вот. Все остальное, это лишь медики констатировать те последствия, которые происходят. Вот. Там в справочных материалах у меня есть, на какой период, на какой неделе беременности происходит активное развитие желудка, желудочно-кишечного тракта, то там можно посмотреть и уже, тут, ну, в данном конкретном случае, наверное, все-таки это будет индивидуально понять, что делала мать в этот период уже, какие эмоции она испытывала, ну и так далее. Прежде всего, нужно еще знать, что когда ребенок либо погибает в утробе матери, либо рождается с какими-либо увечьями, но я тут не беру там законы кармы и так далее, я беру образно говоря развития тела ребенка, то это всегда о том, что ребенок не хотел рождаться. Вот. Либо же, вот я так говорю, ребенок не хотел рождаться. В обыденном понимании ребенок это человек, то есть существо, которое ничего еще не понимает, не может осуществлять никаких волевых актов и так далее. Тем не менее, ребенок, находясь в утробе матери, он чувствует ее, он ее понимает, он слышит стук ее сердца, он переживает вместе со своей матерью все его эмоции. Есть документальные подтверждения в подоснятых фильмах, исследований, как ведет себя ребенок при том, что мать переживает определенные последствия. Организм ребенка чрезвычайно мал. Опять повторю, я об этом говорю, что если какие-то определенные, допустим, внешние воздействия на психику вызывают проблемы с желудком у взрослых, вот постоянные стрессы могут вызвать вплоть до того, что разовьется рак желудка. Вот. Или разовьются там какие-то проблемы в кишечнике у взрослого. Если же, к примеру, мать вынашивает ребенка в течение 9 месяцев, и в течение этих 9 месяцев она испытывает стресс. С каким желудком родится ребенок, как вы думаете? И вот с точки зрения версии, если у меня своя версия, то я считаю, что переживание матери определенных состояний, либо насыщение ею, каких, вернее, или перенасыщение матери какими-либо веществами, будь то медикаментозными, или гормональными, в период развития плода, приводит вот к таким ситуациям. А нехватка протромбина, или там витамина К, это прежде всего нужно говорить, что у организма матери нехватка. И современная медицина, или современные медики, которые занимаются изучением проблем новорожденных, я считаю, что они не имеют права этим заниматься. Почему? Потому что сам процесс родов, при котором они извлекают ребенка на поверхность, он является противоестественным. И говорить вообще о здоровье новорожденных, появившихся противоестественным путем, но это примерно то же самое, с моей точки зрения, если говорить, вот этого человека машина слегка переехала, но в целом он как бы нормальный, так вот у него тут что-то слегка желудок подкравливает. Вот, как вы думаете, в чем причина? Ну вот, наверное, так. Алексей? Хорошо, хорошо. Смотрим следующий вопрос от Данила. Здравия с ведущим. По глистогонному рецепту не ясны пропорции. 1 мл коньяка на 1 кг чего? О, поподробнее, пожалуйста. Вот видишь, опять тема коньяка у нас так всплывает. Давай похохмим, давай похохмим. Нет, нет, давай сначала серьезно, а потом уже хохми, если захочешь. Сначала ответь на вопрос. 1 кг веса тела. Ну, можно предположить, что на 1 кг веса паразитов, да, вот, если примерно предположить. Это в том случае, тебе придется этих паразитов постоянно коньяком поить. Привыкнутся, сопьются, буянить начнут. Хорошо, значит, вот весит, грубо говоря, человеческий организм 50 кг. Значит, мы берем, исходя из 50 кг веса. Нет, 50, нет. Это более, если 50 кг ребенок, нет, ребенка вообще 50 мл наливать не надо. Я думаю, что здесь вполне хватит и 2 чайных ложек. Вообще, на самом деле, это больше для взрослых. Хотя передача для детей, но рецепт в большей степени для взрослых. А ребенку все-таки 2 чайные ложки больше не надо. Вот этого коньяка. Там в 2 чайных ложках будет порядка 10 мл. Этого будет достаточно вполне. Потому что такого большого количества, если у человека будет столько глистов, что нужно будет парализовать 10 мл коньяка, то, скорее всего, проще ему сделать хирургическую операцию и удалить их, нежели поить их коньяком. Наверное, так. Ну, вообще, вот, имею в виду, что маленьким детям даже вот то количество спиртного, которое ты назвал, иногда может вызывать просто шок и бездвиживание. Там могут быть летальные последствия. Уже такие были моменты, когда даже, казалось бы, некоторым взрослым от безобидного пивка выпивали 2 девочки по полбутылочки пива и потом одну находили мёртвой. Как бы, вот это надо иметь в виду. Такие рецепты давать очень-очень осторожно надо. И предупреждать, что это на страх и риск именно тех, кто это будет применять. Здесь есть техника безопасности. Значит, мы можем взять вот немножко этого спиртового вещества и в область локтевого сгиба там помазать. И вот если будет какое-то там покраснение, там возбуждение кожных покровов, то, значит, не нужно применять этого. Если как такового возбуждения ничего там не обнаружится, то можно относительно, скажем так, смело это применять. Ну, не то, что смело, но, в общем, риск меньше, скажем так. Я понял. Итак, давай, значит, возвращаемся вот про детей и про взрослых. Вот эти две дозы, давай ещё раз чётко Данилу объясним, чтобы потом вопросов не возникало. Взрослым миллилитр на килограмм. Значит, миллилитр на килограмм, коньяка, а дальше что? Да и кастрорки тоже миллилитр на килограмм, ну и чая тоже точно так же. И сахарку побольше, да? Ну, сахарку побольше, да. То есть обычно классическая схема для взрослых такова, что выпивая сначала коньяк с сахаром, ну, то есть коньяк со сладким чаем, вот, и где-то через полчаса кастрорку, то есть, ну, или любое слабительное, для того, чтобы черви успели напиться, да, развалиться, и потом их оттуда уже эвакуировать. Ну, это в 2-3 часа ночи. Ну, и детям точно так же можно взять немножечко этого, чего-то спиртового, чтобы привело черви в беспамятство, и сладкого, чтобы они выползли на это вещество, и вот потом их кастроркой оттуда выгнать. Да. Ну, может быть, все-таки поискать какое-то средство, которое будет обездвиживать червей без применения алкоголя. Так я вот в очередной раз кричу, кричу вам, друзья мои, будьте осторожны, алкоголь – это не игрушка, это очень серьезное наркотическое вещество. Так, дальше. Вопрос эфира Дмитрия из Торонто. Здравия всем. Здравия, Дмитрий. Является ли вредным попадание морской воды в нос и уши? Благодарю. Ну, с моей точки зрения вредным это не является, морская вода хорошо промывает нос. Если морская вода попала в уши, то, конечно, по возвращении на берег ее желательно оттуда удалить. Есть специальные упражнения, там, встать, запрокинуть голову, попрыгать, там, на одной ноге, там, на другой ноге. Как-то там, вот так. Конечно, если она там застоится, и она может вызвать переохлаждение. И после получения переохлаждения может развиться воспалительный процесс. В этом, конечно, не очень. А сама по себе, если имеется в виду вопрос делается, упор в вопросе делается на консистенцию морской воды, то, что там есть соль, то это полезно. Она проочищает, промывает. У меня один мой знакомый любил в свое время ездить на море и полоскать вот ухо, уши, горло, нос морской водой. Вот выезжает там, подальше забирается и так далее. И один раз он такой недовольный возвращается, говорит, все, больше на море я для этих процедур не езжу. Говорю, а что такое? Да там, говорит, тот момент канализацию прорвало. В общем, он купался там и когда увидел, что вокруг него плавает, он быстро вылез на берег и долго потом в море не заходил. И как-то желание у него промывать морской водой пропало. Так, ну это как бы так, дополнение. Вопрос эфир от Михаила из Москвы. Арират, расскажи про причины возникновения у детей крапивницы и способы лечения. Очень интересно, благодарю. Значит, крапивница, причины, от чего это происходит и какие способы лечения? Ну, у нас этому посвящена целая передача. Но здесь с детским уклоном. Ну да. Вот, но причины крапивницы нужно искать в выделительной системе. Кожа – это часть выделительной системы. Если на позе малыша появляются какие-либо покраснения, нужно обращаться к почкам. К деятельности почек нужно разбираться, каким образом нет ли какой-либо интоксикации в организме, то есть, либо медикаментозной, либо пищевой, либо там, паразитарной, вот, либо вирусной, либо там, простейшей. То есть, всегда, когда появится крапивница на теле, то в этом случае организм чем-либо отягощен. Нужно понимать, чем отягощен, стараться, этому перекрыть доступ, наладить работу выделительной системы почек, там, проследить количество потребляемой воды, а вот, что, каким образом влиять здесь на кожу, ну, по-разному можно, и в зависимости от того, насколько сильное тягощение организма, может ничего и не помогать. но, хорошо, из трав помогает фиалка трехцветная, вот, на мой взгляд, она помогает лучше всего. Хорошо помогает чистотел, вот, хорошо помогает масло дыни, хорошо помогает, там, честно говоря, вот подобные справочные материалы я иногда в голове не держу, но в любом случае нужно прежде всего понять, в чем отягощение вот, у ребенка и чем оно вызывается. Иногда бывает из-за нарушения капиллярного кровоснабжения у детей возникает покраснение на коже, там, какие-то брищики, то есть понять, в чем это вызвано и этим уже лечить. Понятие крапивницы это очень широкое понятие, оно неоднозначное, так сказать, что вот используйте все, там, ванночки какие-то из фиалки трехраздельной или содовые ванны, принимайте, и все у вас пройдет, это не совсем верно. Любое заболевание нужно докопаться до его причины, понять, чем оно вызвано и потом уже разбираться. В данном случае на этот вопрос я могу ответить так, что если возникла крапивница, необходимо разобраться, чем, какое отягощение имеет организм, в каком состоянии находятся почки, вот, и уже дальше следовать по тому, что будет выявлено. Хорошо, хорошо. Итак, следующий вопрос от Алексея Тарасова. Здравия! Вопрос в эфир. Добрый вечер, уважаемые ведущие, подскажите, пожалуйста, как уберечь новорожденного малыша от прививок, которые навязывают врачи, врачи, причем в кавычках, вот такое вот отношение. Что делать при высоких температурах малыша, с какого возраста рекомендуете закаливание, может, посоветуйте методику, и еще вопрос не по теме. У жены немного отекают ноги. У нас 36-я неделя. Что делать? Благодарю. Так, значит, как уберечь новорожденного малыша от прививок, которые навязывают врачи. Но, во-первых, законодательно у нас прививки не являются обязательной процедурой, поэтому вы имеете полное право отказаться от прививок. Это раз. Прививки в нашей стране не являются обязательной процедурой. Их навязывают, их всячески лоббируют, там и так далее, но вы имеете право, чтобы их не делали. Вот. Вы можете попросить расписку, у тех врачей, которые делают прививку, причем не просто расписку, а пусть они напишут, что вот он такой-то, такой-то там паспортные данные, фамилиями отчества занимаемые должен. То есть гарантирует, что после применения прививки с малышом там состояние здоровья никаким образом не ухудшится там и так далее. И в противном случае, если так произойдет, то он обязуется там выплатить и вот примерно в денежном эквиваленте оценить своего ребенка, ну там не знаю, 10 тысяч миллиардов долларов, ну условно, пусть он такую расписку, ни один врач вам такую расписку не даст. И соответственно, это наталкивает тут же на вопрос, что по относительно применению прививок есть процент смертности. Вот. И врачи это прекрасно знают. И предлагаю вам сделать прививку, они примерно допускают, что ваш ребенок может погибнуть. еще раз повторюсь, там, не знаю, в третий, пятый раз, что прививки в нашей стране не являются обязательными в праве их не делать своему ребенку. Другой момент, что они там могут каким-то образом пытаться отказать вам в доступе в ясли, в сад, там еще что-то. Вот. Но в данном случае совершенно спокойно можно писать жалобы в прокуратуру, можно просить те инстанции, которые отказывают вам в оказании социальных услуг, то есть, либо ясли, либо детский сад, чтобы они вам дали письменный, мотивированный ответ, на каком основании они не принимают вашего ребенка в детское учреждение. Вот. И с этим ответом в прокуратуру и согласно нашему законодательству эти чиновники, которые вам отказали, они должны быть наказаны. Вот. Это на первый вопрос. Что делать при высоких температурах у малыша? Тут нужно разобраться, какие высокие температуры. Температуру до 38 ее сбивать вообще не нужно, потому что это естественная температура при борении организма с вирусами. Вот. Нужно еще понять, из-за чего эта температура возникла. Иногда она бывает у малышей возникает при нарушенном, ну не только у малышей, при нарушенной работе желчного пузыря, поджелудочной железы. Вот. Иногда она бывает при каких-то там отравлениях, там наличии в кишечниках каких-то гадостях, гадости. Вот. И если все-таки температура еще выше, то здесь его можно значит, разводить водичку с уксусом и промазывать его. В любом случае, обильное питье с витамином С. Вот. Обильное, обильное. Чем больше вы введете жидкости в организм ребенка, тем больше уменьшится температура, потому что, соответственно, вся температура и тепло будет распределяться на больший объем тела, соответственно, она будет меньше. Вот. Ну а так, это обтирание уксусной водичкой и обильное питье с витамином С. А там уже нужно показать специалисту, потому что, если это будет происходить длительно, то может быть опасно для его жизни. С какого возраста рекомендуете закаливание? Можете посоветовать методику. Но закаливание я не особо рекомендую. Я считаю, что если у человека есть само тяга к этому, да, в общении с ребенком, вот в воспитании детей я придерживаюсь такого мнения, что необходимо с ребенком советоваться. То есть хочет он, не хочет. Предлагать ему. Вот. А там дальше уже по его реакции смотреть. Никоим образом не навязывать ничего. Что касается водных процедур, то я полностью согласен с теми методами, которые использовал еще в 18 веке Себастьян Кнейп. Это монах, который практиковал водолечение. Он утверждал о том, что воздействовать холодной водой на организм человека нужно начинать буквально от нескольких секунд и не более двух минут. Поскольку это ребенок, вопрос идет о ребенке, то я думаю, что здесь целесообразно закаливание, возможно, в виде каких-либо обтираний холодным полотенцем. Вот. И затем уже после какого-то периода обтирания возможно переходить к ванночкам. То есть, ну никак не в пробу сразу. Ну, по крайней мере, это мое личное мнение. То есть, в ванночку с холодной водой, он залез, окунулся и тут же вышел. Вот. При этом вытирать полотенцем ребенка не нужно, а нужно его обернуть этим, допустим, полотенцем большим или в халате. И не заставить, а сделать так, чтобы он активно двигался в период высыхания. Вот так будет более продуктивно для организма, нежели там ребенка в пробу засунули и тут же его вытерли полотенцем и все, беги. Подобные вещи могут вызывать заболевания. А если ребенок, допустим, испытал на себе какое-то термическое минусовое воздействие и его обернули теплым, и он двигается уже, гоняет кровь по своему организму, организм естественным образом поднимает свою температуру. Собственно говоря, для чего нужно закаливание, для чего нужно снижать температуру тела кожных, то есть снижать температуру кожных покровов, которые взаимодействуют с холодом, для того, чтобы организм вызывал приток крови внутренним органам. То есть таким образом мы их прогреваем. Ну и, соответственно, усиливаем иммунитет. Вот. Вопрос не по теме. У жены немного отекают ноги, у нас 36-я неделя. Что делать? Ноги всегда отекают тогда, когда нарушен венозный отток крови из ног. Поэтому для того, чтобы каким-то образом снизить отечность ног, необходимо восстановить нормальное состояние вен, через которые из ног оттекает кровь. эти вены проходят в подвздошных областях справа и слева, в области сигмовидной кишки и слепой кишки. Если плод достаточно объемный, живот большой, то опустившись вниз, конечно, может возникнуть ситуация, когда эти венки немножко поддавливаются. Что такое отек ног? Это выпотевание плазмы крови через стенки венозных сосудов. Поэтому возникает отечность. То есть, когда венозное кровоснабжение в полной мере нормальное, восстановленное, то такого выпотевания не происходит. Поэтому еще раз скажу, что необходимо восстановить венозный ток крови в области таза справа и слева, внизу аккуратненько из положения мамочка на боку сначала одну вершину подвздошную область. Тогда, когда женщина ложится беременная на бок, у нее плод смещается в какую-либо сторону и сторона, то есть, одна из подвздошных областей освобождается от плода и тогда там рукой можно снять напряжение. То есть, нащупать, где там есть болезненность, напряженность и ручным воздействием снять оттуда напряжение. Потом перевернуть ее немножко на другой бок и с другой стороны вот в этой подвздошной области постараться попытаться снять перенапряжение. Если вы это будете делать из положения лежа на спине, то вы будете толкать, двигать плод и так далее. Ну вот, таким образом. Насчет прививок я с тобой полностью согласен. Все-таки это сфера услуг, а не сфера наказания, где вы имеете право отказаться от предоставляемых услуг. Это первое насчет прививок. Второе. Любая прививка должна делаться осознанно, а не так, что делается всем одновременно. Третье. Если кто-то требует от вас прививки и на основе этого, если у вас нет прививок, не пускают детский сад, если какие-то другие детские учреждения, вы можете задать вопрос, скажите, пожалуйста, а все другие дети у вас привиты? Скорее всего, будет ответ такой, да, все остальные дети у вас привиты. Тогда вы можете с чистым сердцем сказать, ну тогда мой ребенок ничем вашим детям угрожать не может. Они же привиты, они от моего не заболеют, так что никаких проблем мой ребенок другим детям и вам в частности, поскольку вы тоже, скорее всего, привитом нанести не сможет. Вот, так что не переживайте нисколько за других детей, и вы можете моего ребенка брать спокойно в детский сад. Заболеет, значит, заболеет, это будет наша проблема, но другим детям, и вам в частности, он не угрожает. Никакого карантина из-за одного заболевшего ребенка быть в детском саду не может. Вот, это очень просто объяснить и так далее. По поводу там судебных каких-то дел, да, можно обратиться очень жестко к человеку, желающему сделать прививку с просьбой или с требованием написать расписку. Это тоже такой метод действенный. Ну, и в конечном итоге можно просто пойти к какому-то знакомому врачу и сказать, слушай, напиши, что я сделал прививку, чтобы не отстали. Ну, просто вот не хочу я в данном случае там своего ребенка что-то колоть. И такой вариант тоже рассматривается. Хотя это, на мой взгляд, не совсем честно, не совсем правильно, но если другой ситуации нет, то почему бы нет. Дальше, что делать в весовой температуре? Полностью согласен с тобой, здесь, наверное, добавить нечего. И с какого возраста рекомендует закаливать детей? Дело в том, что ребенок рождается уже закаленный. Уже закаленный, у него достаточная гибкость во всех суставах, у него достаточная устойчивость ко многим другим неприятностям, которые в нашем здесь, в нашей среде существуют для взрослых. Поэтому он уже закаленный. Необходимо поддерживать эту закаленность, необходимо поддерживать эту гибкость, необходимо поддерживать и нарабатывать иммунитет. Поэтому стерильных условий не создавайте, держать его постоянно в тепле не надо, потому что вы этим самым медвежью услугу будете ему делать, поласкивать холодной водой, растирать холодной, полотенцем влажным. Это обязательно, это нужно. Дальше, закаляйтесь вместе с ребенком сами. Например, что я практиковал в свое время, просто брал ребенка, выходил на улицу на мороз, на снежок, раздетый. Я по поясу, ребеночек у меня на руке, выходил на улицу, когда мороз, когда снег, сам босиком, естественно, стоял такое время, что начинал чувствовать, вот становится мне прохладно. Ребенка я все время прижимаю к себе. И когда я чувствую, что вот уже становится прохладно на себе, в этом случае я захожу домой. После того, как я приходил домой, можно было его положить в что-то теплое, или наоборот же сначала просто прохладной водой его обтираешь, или прям подкан с прохладной водой, и после этого уже в теплое. Очень хорошее действие. Никаких проблем с ребенком, с болезнями не было и не могло быть. Там всякие гимнастики, суставные гимнастики, потому что называется бэби-йога. Прямо вот как только голова начинает более-менее так держаться, можно делать, крутить, вертеть к обезьянку, подбрасывать, подкидывать. Естественно, бабушек, дедушек убирайте, чтобы они подальше были, чтобы эти охи-ахи не раздавались по всему дому. И занимайтесь ребенком. Крутите, вертите, сами крутитесь, что угодно делайте, играйте, занимайтесь. Ребенку это очень нравится, особенно тогда, когда нет страха у родителей. Вот крутите, вертите, делайте, что хотите. Единственное, на перелом не надо ничего делать. То есть немножечко физиологию человека изучите, как устроены суставы, чтобы не вывернуть и не сломать. Вот это вот обязательно. Все остальное, куда гнется рука, туда можно немножечко гнуть. Куда поднимать, туда можно немножко поднимать. Все очень просто. Посмотрите огромное количество видеороликов с этими самыми бэби-йога, динамической гимнастикой, вплоть до новорожденных и так далее. Не бойтесь этого ничего. Это здоровье. Ребенок рождается очень крепким. Не думайте, что он рождается беззащитным. Если бы ребенок рождался беззащитным, давно бы мы все вымерли. Это мы его делаем беззащитным. Единственное, что ребенок, наверное, не может сделать, это постоять за себя с оружием в руках. Вот это он не может сделать, здесь нужна ваша защита. Все остальное, оно нарабатывается очень быстро. Иммунитет у ребенка нарабатывается к болезням. Не даром ведь, когда ребенка принимали, рождался ребенок, то заворачивали в папины штаны, прям в портки, которые снимал и тут же заворачивали. Но не просто так это делали. Для того, чтобы сразу те бактерии, которые на папе, на маме существуют, чтобы они сразу на ребенка тоже попали. И молоко материнское содержит все ферменты, необходимые для того, чтобы ребенок получил всю информацию об этой жизни. Поэтому не надо его перезакутывать, надо, чтобы он постоянно был в прохладной обстановке. Обливайте его холодной водой, выходите с ним на улицу, сами при этом раздевайтесь. Можете даже окатывать себя вместе с ним холодной водой на улице. То есть чувствуйте все, что с ним будет происходить. Крутите, вертите, сами крутитесь, вертитесь. Подольше кормите молоком мамы. Никаких прикормок искусственных не допускайте. Корое молоко тоже здесь на случай не надо. Кормите только тем, что для него естественно. Пока молочные зубы есть, нарабатывается его жизненная программа устойчивости в этой жизни. Молочный зуб потому называется молочный, что молоко в этом случае мамино молоко приемлемо. Но вот как-то так. Про жену ничего отвечать не буду, потому что я ей так хорошо все ответил. Так, здравия всем. Только что узнал друг в реанимации разрыв печени нетравматической после операции. Это, скорее всего, вопрос от Дмитрия Николаевича. И, скорее всего, следует вопрос, а что делать? Ну, вы знаете, что делать. Оперировать дальше. Потому что другого варианта нет. Да, еще надо, наверное, отметить, что печень очень хорошо восстанавливается. Даже если часть печени удалить, то очень быстро происходит восстанавливаться регенерация. Поэтому не бойтесь, если будет какая-то необходимая хирургическая операция проведена. Если у человека более-менее что там нормально, то в этом случае печень должна будет восстановиться. Так, и еще вопрос, Владимир Азметич. Гидроцелия это генетическое? Велосипед водянку не провоцирует? Ну, начиная со второго вопроса, я уверен, что велосипед водянку не провоцирует. Водянку провоцируют те процессы, которые происходят в организме. А гидроцелия это генетическое. По поводу генетических болезней я уже рассказывал в предыдущих передачах. У меня есть такая присказка, значит, что жила-была семья и у них была такая байка, что вот у них у всех кожное заболевание, потому что это у них генетическое. И потом пришел к ним новый член семьи, там, зять, допустим, он стал жить вместе. И у него проявилось то же самое кожное заболевание. И когда они прошли исследование на прайм-тесте, то оказалось, что просто-напросто система приготовления пищи, которая, традиции приготовления пищи в этой системе были такие, что провоцировали вот такие вот кожные заболевания. И когда они изменили состав набора продуктов, когда они изменили способ приготовления блюд, то все эти проблемы ушли. Точно так же и здесь, относительно всех генетических моментов, что, возможно, в вашем роду есть какие-либо предрасположенности, либо в организме, то есть факторы предрасполагающие через ваш род могут передаваться, но разовьется ли у вас это заболевание или не разовьется, зависит уже от вашего образа жизни. Я считаю так. Правильно считаешь, много факторов здесь присутствуют, в том числе и те, которые современная медицина отвергает или не исследует. Поэтому мы в разных передачах об этом упоминаем, что есть то, что медицина исследует, это заболевания, которые вызываются вот какими-то паразитами, бактериями, чем-то еще, но надо всегда отмечать следующее, что в большинстве случаев люди лечат проблемы, вернее сказать, последствия, проблем, которые с ними возникли. И вот здесь как раз поговорка очень хороша, что мудрый не допускает проблем. Если человек живет так, как ему предназначено жить в окружающей среде, то есть в природе, он просто не может болеть. Болеть он может, если кто-то злонамеренно изменяет саму природу, то есть начинает резко заселять ее какими-то живыми организмами, которые не свойственны природе, в которой в среде, в которой живет этот человек, начинает отравлять воздух, пищу, воду, вот в этом случае, да, какие-то могут возникать проблемы. Но если мы берем условие, что окружающая среда, она естественна, человек уже привык к этой окружающей среде, и он не загрязняет свой организм какими-то, ну не знаю, с последствием гниения, еще чем-то, не засоряет свой организм какими-то там веществами, которые искусственно себя вливает, я там уже употреблял алкоголь, наркотики различные, табак и прочее, вот, то в этом случае, наверное, и болезни не должно быть. Вот это все надо понимать, то есть питание, правильный образ жизни, правильные мысли, управление своей жизнью, то есть включение царя в голове, вот это вот простые элементарные средства для того, чтобы человек себя чувствовал счастливо, чтобы им было радостен, чтобы у него было в жизни все хорошо. Вот это все надо учитывать, вот это все надо понимать. А многие себя отравляют по невежеству, потому что им кто-то где-то там что-то нашептал, напел, по телевизору что-то показали, какую-то рекламу яркую увидел, загорелся чем-то, отравляет, уничтожает себя, а потом бегает к врачам и пытается излечиться. А врачи по своему невежеству, большинство из них современные врачи, это просто невежественные люди, к сожалению, они начинают каждый лечить свой орган, не понимая, что все органы находятся в взаимосвязи. И что не органы надо, например, лечить, ну, как некоторые лечат сердце, на самом деле там проблема в позвоночнике на уровне сердца, да, к мануальчику пришли, тут что-то щелкнул, хрустнул, раз, и сердце перестало болеть. А до этого сердце там 10 лет лечили, засорили весь организм этими таблетками, забили все суставы, там, что угодно сделали, но при этом сердце продолжало болеть. Мануальчик хрустнул, там, что-то сделал, и все, и сердце перестало болеть, человек себя чувствует прекрасно. И теперь в течение там 5 или 10 лет выводит все шлаки от таблеток, которые в него 10 лет засовывали умные врачи. Вот это вот все надо учитывать, то есть проблемы возникают не просто так. Питайтесь правильно, мыслите верно, живите в ладу с природой, ну, в общем-то, все, о чем мы говорим, все будет хорошо, замечательно. Вот, Алексей Тарас написал, благодарю вас, и я бегаю по утрам, купаюсь в речке каждый день, практикую морожевание, сын парится в бане, уже лучше меня. Рады замечательно. А Дмитрию Николаевичу по поводу печени, операции друга с печенью, желаем добра, пускай другу все будет хорошо, надеемся, что все будет замечательно. Ну что ж, еще, в принципе, вопросов я здесь больше не вижу, поэтому мы можем с тобой переходить к заключительной части нашей передачи, то есть, что-либо сказать доброе, вечное, хорошее, красивое нашим радиослушателям. Ну, значит, что бы я хотел и мог сказать, ну, поскольку мы говорим о здоровье ребенка, о здоровье детей, то хочу пожелать, чтобы все вы, други мои, сотворили мир и лад в семьях своих, в душах своих, чтобы вы разумели причины тех событий, происходящих вокруг вас, происходящих с вами, и покуда будет лад внутри вас, покуда будет лад в семьях ваших, в мирах ваших, то и дети ваши будут здоровы, крепкие, да и сами вы хворать не будете. Вот, ну и, собственно говоря, вот это, наверное, и есть мое пожелание, так что живите в ладу с природой, живите в ладу друг с другом, самим с собой, и все будет хорошо. Вот, так что назло врагам, негодяям, мы живы, жили и будем жить, как говорится. Хорошее пожелание, хорошее пожелание, а я все, опять же, на своего конька сажусь, включайте здравомыслие, осознавайте, кто вы в этой жизни, включайте царя в голове, изучайте нашу древность, изучайте наше наследие древнее, не верьте тем, кто говорит, что у нас ничего в древности не было, не верьте тем, кто говорит, что русские, славяне и рейцы произошли от каких-то там обезьян, и, в общем-то, жили в непонятных условиях, и что только какие-то там просвещенные люди принесли к нам цивилизацию, какие-то знания. Не верьте этому, у нас цивилизация, знания намного древнейшие, нежели чем нам это все пытаются навязать. И когда кто-то говорит вам, что мы были такие темные и так далее, вы просто поймите, что, скорее всего, это он говорит про себя, не про вас. Он просто рассказывает вам историю своего, ну, можно сказать, рода. Хотя в данном случае слово род род, наверное, не подходит, потому что человек, который отвергает древность нашу, не может употреблять те вещи, те слова, те понятия, которые связаны с этой древностью. Род, в первую очередь, это был первый бог, это был бог, от которого произошли все. Поэтому, если он говорит род, то в этом случае он уже нарушает канву тех религиозных учений, в которых он сейчас находится. Ему надо тогда убрать слово род, убрать слово родственник, родина и много-много другое. Вот. Ну, опять же, не обижайтесь на таких людей. Это они рассказывают о своих проблемах. Ну, что делать? Ну, вот, ну, не было у них древности. Произошли они там от кого-то искусственно сделанного, из пробирки или там еще от кого-то. Это их жизнь, это их образ существования. Он, наверное, нужен кому-то. Наверное, это нормально, потому что, если бы это было не нужно, то на Земле бы этого не было произведено и не было. Все, что есть на Земле, оно для чего-то нужно. Вопрос для чего и как с этим быть. Ну, вот. В принципе, можно теперь всем говорить всего самого доброго, но перед этим я напомню, что сегодня у нас по одному из современных календарей 2 августа 2016 года, вторник. Вся Россия и многие страны СНГ отмечают День ВДВ, с чем я всех от чистого сердца поздравляю, от всего сердца желаю всем добра, здравомыслия, разумности, понимания, осознанности. А по одному из старинных календарей 32-й день получения даров природы 7500 до 4-го лета Седмица. Мы говорили про детское здоровье. Автор-соведущий Захар Белинский-Арират, как всегда, очень все подробно, хорошо и красочно рассказал, за что ему низкий поклон. Ну, а нашим радиослушателям низкий поклон за участие, что вы в чате нас так активно поддерживали, так активно друг с другом общались. Местами, конечно, кое-что переходило за рамки дружеского общения, но это все устранялось быстренько и как-то к страсти по-ненужному улеглись. А вот страсти в хорошем смысле этого слова по поводу эфира, по теме, они как-то так плавно поддерживались и за что вам еще раз говорю низкий поклон. Поскольку у нас день ВДВ, то после завершения нашего эфира несколько песен прозвучит, которые характерны, наверное, характеризуют воздушно-десантные наши силы, войска дяди Васи, как называют шутливо сами наши десантники. И после этого уже пойдет автономное наше вещание. Итак, мне осталось только вам сказать самого-самого доброго. До новых встреч! Народное Славянское радио Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова